но не экспертный режим третья попытка пройти игру эта попытка очень серьезно затянулась ну то есть прогресс очень такой не сопоставимый с двумя прошлыми по сути была только одна такая продолжительная на второе вообще быстро отдался валом хоре на испытании вот в данный момент мы находимся в старых стенах двуречья в глубинах по выполняем квест по которому необходимо достать вернуть шлем таксовых не бросаем стоп это что да да это только что мы помогли товарищу гарику покинуть старые стены поговорить с лаврой в кузне вот можно квест сдать в распутье литияны она будет рада знать что он безопасности подозреваемый это что поговорили с рыбаком дела которые пошли слухи да это еще один сайт квест в том же самом распутье литияны там же можно будет получить левел говорят что впереди будет опасный босс я хочу к этому боссу максимально хорошо подготовиться в частности нужно получить по крайней мере 13 лайвел сирен чтобы она смогла петь одновременно две песни и соответственно вся party получит из-за этого замечательные в бафы она вообще сейчас наш новый танк прекрасно зашла в компа в команду у нее сейчас дыхание зимы с замедлением с уроном с магическим пробоем ледяным уроном заморозка можно поменять на любую из песен в том числе там серьезные бафы например парирование стойкость броня или например бы бонусные уроны скорость передвижения восстановление точности меткости вот я наверное вершитель победы изучу вторым как только достигну 13 лава потому что повторюсь только на 13 у нас будет возможность взять двойную вокализацию и она прям сразу сразу на на шаг точнее не взять она она просто откроется на третьему на 13 левле то есть не требует очка навыка это просто открывается со временем вот может кстати вершитель победы сейчас взять мобильность нет лучше заморозку пока что тут скорость перемещения на 60 процентов очень помогает вот и главное не вляпаться не бороться с боссом до того как мы короче перемещаемся аккуратность стоп что видим элементарий видим погибели их тут называют один жестенький кстати что это такое светоключ ро этот прозрачный с алым оттенком камень идеально ложится вам в руку тут ключи можно использовать на вот такие вот алтари и открываются разные двери устанавливается маска мосты алый ключ алый ключ еще за мной за мной есть парочка по крайней мере не открытых комнат который не мог просто никак ее мои тут народу причем это бичевали это изверг то есть это уже там 2 3 уровень этих элементарий ну давайте для разогрева для разогрева начнем поехали назад раз уходим главный час танком стать таким образом чтобы сильно не пробегали вспоминать надо на танка он у меня тут что-то двое согрелись на главного героя ладно прорвемся так ты чуть поближе то чуть подальше работаем способности довольно много поэтому и любопытно они пройдут дальше не пройдут если не пройдут я просто нет вроде не проходит поэтому щит накидываем на нашего танка это раз удерживаем стреляем по хотя неважно там бонусного нет насколько я вижу выход из боя вот а там страх пошел ребята там страх пошел испуг на нашем танке вот это плохо так по ним нужно работать не огнем к сожалению поэтому давайте шаровая молния пошла это раз ты у нас давай-ка работой тоже конусом с ну и она выходит из боя как неудачно и очень сильно пробивают надо ее подлечить так тут сработала шаровая полетела за морозочком сколько испуг будет действовать уже половина хп 200 секунды подлечим это ладно щит на ней все равно стоит ее пробивают ее пробивают ребята и там народу прилично еще может попытаться что я могу сделать стасис и надо наверное мочить или контроля добавляет просто например глушение делать вот так вот пусть 58 тут 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 давай еще электрошок нет по электрошоку ведь какая-то проблема лучше наверное погибели используются так чуть-чуть подлечили и и но это не помогло я могу попробовать пройти поставить дубль здесь и перегруппироваться как-то ладно ее отпустят я пропью выносливость кастуем или сейчас лучше сделать лучше сейчас сделать давай-ка так и и назад сюда сама то есть это обилочка хорошая все вернулась наша подруга пропиваем бутылку все-таки вот такую потому что плотную не хочется тратить и здесь уже двое наладан дышит трое даже наладан дышит то есть умрут от следующего заклинания скорее всего ты лучше себя лечи превентивно так отлично минус 2 поставили в фугой дубликат но ранение получила да надо было сразу щитка вставать и может быть что-то такое а что я мог еще там сделать такого ладно неважно добиваем этого раз поднимаем его два ты бей понятно что бить не очень давай лучше пропьем добрый вечер поздравляю с удачным окончанием турнира с брейнкап сайт гг хапочет тебя получил масса хорошего настроения хорошей игре вечера сизиду 77 да вечер конечно вчера был просто великолепным запись уже появилась разделе видео если вы пропустили финал брейнкапа конечно же посмотрите это был просто просто топовый турнир тебя просто топовый так бобер отстрелялся вроде бы да давай еще хаосом тут могильной хваточкой ну этот умер главное вот того успеть замочить довольно опасный товарищ изверг хорошие характеристики там защита воли безумная уклонение хорошее парирование не очень надо его пробивать пробивать как раз огнем давай огненный шар тогда раз ты подходим летающий поближе подходим поехали 40 процентов всего лишь ну ладно огненную стрелу зажигаем и он хромота вряд ли подействует горит сейчас фаербол еще прилетит о можно попить подождите что у нас там дезориентация как 10 процентов что вообще я могу сделать хорошего 20 процентов по обилкам я могу огнем опять же ария стойкости на союзников только ария силы не давай лучше тогда заклинания простые господи как пробивают а как же пробивают она очень плотная хорошо что я не стал с ними сражаться в ну просто в чистом поле потому что это было бы мега рискованно учитывая как танк уходил помните все минус танк 26 магического урона какая-то аура злобы ну ладно она все равно с ранением была понятно ей долго так замедление делаем мы его убьем безусловно практически не сомневаюсь в этом но танка конечно жалко танка жалко утомление пошло жарим ее жарим а утомление у нас я забыл просто утомление быстрота скорость атаки соответственно пугающее присутствие еще заморозочка ну там масса бафов то есть она горит волшебный урон наносится штраф к точности штраф к скорости к броне скорости перемещения но урон у нее конечно хороший хороший был расстанка пробивает так а такси а такси фуга жжет одну рану получили увы лутаем ну в смысле да собираем что тут есть припарка из красного мха этот остопахнущий льняной компресс припарка из красного мха традиционное средство которым зеленый лечит последствия выдыхания дыма грязного воздуха к сожалению ткань продать в общем только так вот это защита от магии полезная штука возможно я даже сразу танку учитывая то что она все-таки к магическому урону не так хорошо она защищается от него то есть по другим стихиям разъедающий только такой же как и как и магический но чтобы как-то компенсировать недостаток защиты магического урона наверное стоит стоит с чатику добрый вечер здравствуйте у нас тирани вот как какие здесь ключи использовать у меня уже есть три ключа отсюда кстати могут выползти люди два глаза с этим и два ключа можно использовать вот бичеватель ладно поехали раз два кого они атакуют эту подругу атакуют сразу щит на нее причем щит кастуется ну просто моментальным дальше стан а давай сразу вызовем еще можно фугу на самом деле ставить впереди как раз чтобы она хоть и с луком но начинала с обилки да нет 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 ее как раз лучше оставлять оставлять да и лучше оставлять да это глупости сказал давай вот так высасывай жизни пока есть возможность такая у этих урон поменьше все таки ох 81 урон 19 23 как пробиваем а как пробиваем хорошо фаербол о испугалась испугалась его не еще живы шаровая не очень хорошо зайдет лучше вот так сделать а она испугана была и поэтому не докастовала сейчас сделаем чем-то немножко здоровье восстановим есть а а ты чего стоишь а мы били уже какое ое от него а просто просадила всех по хп точно нельзя их окружать этих огненных бичевателей а что это за навык то был дэрвиш дэрвиш называется дэрвиш дэрвиш давай шаровую так-то с руки он слабенько бьет в один пять что это такое за урон дэрвиш привет покажи сколько насколько прокачан посох песков времени хороший вопрос кстати я за ним не следил за посохом этим уникальным почти на макс только я не понимаю что что происходит если его если его качать то есть у него классные две пассивки отражение за диване и главное попадание 50% это очень сильно сокращает входящий урон урон базовый у него не увеличивается есть обилка которая замедляет всех кто внутри находится там на 70% но она не короче она не меняется тоже со временем но известность может быть что-то поменяется когда полностью шкала будет заполнена и какая-то например ну как в пиларсах помните какое-то новое качество у посоха появится это логично на самом деле так восстанавливаем выносливость уже три раны я предлагаю сделать привал учитывая три раны и четыре привала не использовал я их совсем открываем одну дверь что-то еще есть на стене а вдруг это как раз примечательная руна прижимая кусок угля а возможно это как раз та руна которая открывала бы третья руна сейчас сделаем оттиск да и нарисована как раз та тема получать размытый но пропорциональный отпечаток древнего рельефа это на второй шпиль что пробраться добавленный отпечаток заполняет оставшиеся пробелы на свитке теперь перед вашими глазами изображение высечной руны все ну мы его уже открыли мы его уже открыли где он только вот наверное в кустовых предметах да 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 рисунок углем вот он да все встало на свои места и кроме открывшейся одной двери наверное надо поставить руну чтобы открыть вот это вот еще помещение одно явно тупиковое и там явно что-то есть но учитывая то что в прошлый раз когда мы использовали короче надо перестроиться вот так вот и попробовать второй ключ использовать нет не получилось тогда вот это последнее должно должен загореться по логике вот это вот глаз да ладно силобилки меняются говорят возможно не отображается в описании 70 как было так и есть может там длительность меняется там еще восстановление плюс 2 что немаловажно короче не загорается второй глаз у этого товарища и это очень расстраивает потому что похоже похоже в эту комнату я типа уже не зайду еще труп ловушка готово разорванный клочок пергамента на этом клочке пергамента изображены сигила светоключей старых стен берем ну и помятый доспех понятно хотя нет подождите изношен должен выдержать обратный путь может быть это какой-то квестовый тоже предмет так не хочется за собой оставлять здесь слушайте давайте вот сюда еще вернемся вот так вот там в самом начале был переход по аналогичному мосту и кажется именно там тупиковая тоже ветка есть сюда как-то добраться надо было надо было возможно не стоило нажимать на эту до тех пор пока я не открою дверь это здесь можно поменять справа может тоже выскочить кто-то что мы здесь не сразу при чем ты ее замечаешь это кажется сигил скорости перезарядки вся вода льющаяся из желобов уходит в маленькие отверстия на дне ямы иногда то закрываются ооо привал во первых который я уже как раз потратил деньги в виде драгоценных камней и грипп с выносливостью это что такое на стене вы видите стертую выцепшую руну понятно не чтобы изучить ее что требуется талант лан 3 голос прошлого вот был бы лан 3 мы бы ааа стоп не отвечает на светоключи из этих старых стен погодите давайте попробуем сюда еще поставить другую новую руну не знаю что это даст был бы лан 3 мы получили бы сигил скорости перезарядки не самые топовые а предпоследние сейчас есть только два этих сигила при ну вот этот вот был бы за 30 знаний и какая сложность максимальная причем без сейвов все таки нет я зафейлил с этим помещением к сожалению зря был неправ я уже туда не зайду судя по всему никак либо мне встретится потом еще одна какая-то рунка которая которая как раз сможет открыть эту дверь возможно если тут не важен порядок ох сразу 2 3 пускаю танк на разведку потенциально тут серия противников раз два три четыре пака пять паков наверху что мы можем видим одну всего лишь кнопку а сюда как добраться а ну сюда как раз добраться да из тоже используя ключа которого у меня нет то есть здесь мы должны поставить чтобы открыть эту дверь этот символ с удивительным постоянством повторяется в этом месте буквально повсюду так как изучение старых стен под запретом вероятно его древний смысл затерялся в глубинах истории лантре нужен так не то и огненные справа то есть попробовал огонь на левой не получилось запомнил отступил беги беги родная они такие быстрые все принимаем их в в дверном проеме оооо может все таки да вот так надо чуть-чуть только подойти электрошок ладно давай сразу вторую вызываем замораживаем тоже замораживаем сейчас должно быть оглушение нормальное да оглушение это раз и много-много урона сейчас будет заходить два плохо плохо родную тогда свою главное запоминать что использовал как раз для того чтобы не было проблем с а ну чтобы не если хочется гилд найми ты уже торговцев да я не хочу сидел у меня пока знаний недостаточно для того чтобы нормально все делать так но по логике должен тогда быть дальний вопрос только какой здесь ключ что изображено ни один из них не не походит на этот ладно может вопрос нет ладно я думаю как навыки тоже это экспо тоже сразу сделаем так 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 не а не а а как твуски щели приносит свои плоды но это проверенная тактика из из балдурс и вообще отовсюду она проверены а поддерживание проходит хорошо а не знаю можно нет 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 не так не так не так не так лучше подойти так и сделать хаосовский вот такой вот взрыв хаоса называется кажется это мелочь вот эти две а был дел верещит забавно эти слабенькие понятно то есть рану я вряд ли получу контроля достаточно много выходит оглушаем постоянно поднимаем воздух ну он ему ему как не очень хорошо оглушен горит хотя танк уже подвели к ранению я думаю я могу это сделать я думаю я могу это сделать если мы не привязаны к рунам то нужно просто использовать здесь да да то есть это правильно вопрос порядка по логике верх не нужно потому что левое это слишком очевидно нет ох ну серен поет а это два изверга а вот это опасно это вот два аналогичных короче топовых это товарищи о блогу 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 давай кассирин на себя что-нибудь жизнеутверждающие Жизнеутверждающие. Зажигай. Щит поставили. На самом деле, я бы перестроился вот таким вот образом. Они рейнджовики. Мне не нужно, чтобы они... Да, лучше, чтобы они поближе были. Вот. Так значительно должно быть лучше. Делаем раз. Делаем два. Нет, 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 подожди, это жоглины, ё-моё. Сначала утомление или усталость, которая скорость атаки снизит. Потом пламенем проходимся, хотя вероятность не такая хорошая, конечно же. Добром. Фуга стреляет, зажигает. Ты работаешь по своей школе. Огненный шар. Ну и дальше по... По списку. Всё в ручном режиме у нас происходит, как вы видите. Утомление, волшебный огонь, заморозка. Всё. Знание единичку ещё Бобёр получил. Кстати, он может сейчас получить 12-й левел. Поэтому... Поэтому... Ничего страшного нет в том, что мы... Путём проб и ошибок... Столько урона в них вводят, а они только ранены. Вот это вот... В него влетело, там уже больше сотни урона точно. Давай, взрыв. Можно сделать замедление песков. Как раз вот обилка нашего предмета... А, между отдыхом? Не-не-не-не-нет. Давай-ка, мы не будем тратить её пока что. Горящая ладонь. Это отстрелялась подруга, можно рикошетик побить. Ты лучше себя, Регень. Пригодится. Комбо-способности тоже полезные, которые... Стоп, у меня же есть комбо-способности, которые... Вот один раз за бой, например, Свет Могил можно было взять. Хотя это особо не помогло бы. Рикошеты. Опять что ли пропивать бутылку, чтобы ранее не получить. Ладно, давай так сделаем. Это изверги, ребята. Опасные. Поднимаем. Удерживаем точнее. Рикошеты. Что-что-что-что-что делать? Хотя тут комплексные уроны воспламенения ещё есть. Один минус. Да. У него и к электричеству... А, нет. У него как раз к электричеству плохие резисты. Проверим. Да, 52. Я что-то подумал, что... А у него какие... К чему хорошие? К... К ледяному урону у него плохой резист. К электрическому, пожалуйста. Бери сколько влезет. Шировой, молнии, как угодно. Давай-ка повелитель ещё. Паригеним. Есть. Уровень повысил. Аааа. Новый уровень. Мне больше... Ради навыка, конечно. И скорее всего я буду в лидерстве. Брать второе дыхание. Или брать... Второе дыхание. Один раз за бой. Все вокруг в радиусе 5 метров получают треть здоровья. Причём это пассивочка. Но только как... Неуправляемая получается. Либо берём подъём боевого духа. Постоянный баф ко всем атрибутам. Но радиус 3 метра. Это не так много. Совсем немного. Либо... Нет. Инициативу не берём. Воля командира. Одна минута. Ваша воля для вдохновения на короткое время. На 30 секунд. 15. Кстати, хорошая билка тоже. Ну, тоже 5 метров. Ладно. Сначала разберёмся с этим и приём. А потом уже будем... Посмотрим, что можно... Шаровая пошла. 22,57. Влетает классно. Нет, Стасис не нужен. Шубниный шар. Влетает классно. Я уберу твою шару. Влетает классно. Есть. Добили. Ранение не получили. Очень хорошо. А, там Витя. Витя, привет. Эксперт, привет. Челленджи там. А за какую фракцию ты пошёл? Тань, начал я с алого хора фракции. Но предал их при первом удобном случае. Так. ХП или стойкость? ХП или стойкость? Стойкость мне, конечно, больше нравится. В плане продолжительности воздействия и дополнительных защит. Поэтому берём стойкость. По навыкам сложнее. С одной стороны, это всё посох у нас, да? Это тоже урон электрический. Вот я зря навык этот взял. Но мне, чтобы взрыв хаоса, нужно куда-то здесь вкинуть навык. При попадании оружием. Чушь какая. Двойной урон с посохом. Тоже чушь. А может быть возьмём магический рывок? Добавляем к способности выпад. Правда, я не знаю, где у меня там выпад. Что за способность такая? А что за способность выпад? Это обычная... Или она просто появляется. Изменяет выпад. Изменяет выпад. Тут... Это базовый такой... Просто у меня, видимо, появится... Появится дополнительная обилка, которая увеличивает все навыки магии на 15. И даёт ещё... Снижает резисты, сопротивление врагов. На 5, на 20 секунд. Очень хорошая штука. И тогда у меня сможет открыться, вот, собственно, усиление хаоса. То есть, вот этот вот взрыв, который сейчас наносит просто случайный урон, хороший, он ещё будет сильно дебафать рандомно. В талантах самого начала игры толчок посохом. Так я его не брал. Я его не брал, вроде. Не сохранять, погодите. А, вот он, выпад. Да, он в любом случае есть. Брал ты его, не брал? Окей, тогда давайте сделаем... Видоизменим его. Я просто не смогу. Мне нужно тратить куда-то... В какую-то обилку брать. Это всё став, став ненужные вещи. Это тоже посох-посох, это посох-посох. Короче, надо брать выпад. И на следующем лавеле брать хаос. Только, чтобы не забыть, надо поставить... Так вот, выпад. Рейндж маленький, на самом деле. Ну, по одной цели, все дела. Не подходим. Подходим только танкам. Понятное дело, надо ставить сюда. Не получилось, да? По идее, должны появиться. Видимо, сюда нужно другой школы просто поставить. Получилось. Вот, и активировалась кнопка. Кстати, тут ещё остались люди, которые не выпрыгнули из... Дверь открывается снизу. Да. Ну, давайте посмотрим. Ещё один труп. Чувствую ловушка. Может быть. И переход дальше. Свиток. Фрагмент свитка. Ну, это понятно. О, это хорошая штука. Да, разъедающий урон. Возьму фугим. При крите разъедающий урон... На 40-ке откажется. А, нет, разъедающий урон плюс 40 через 30 секунд. Яды. Видимо, периодический урон просто добавляется, и всё. Я что-то... Мне... Во-первых, впереди босс. Где он впереди? Я не знаю. Говорить мне не нужно. Но... Я сзади пооставлял... О, новое исследование в библиотеке. Можно ещё шпиль, кстати, погрейдить. Уникальные предметы на продаже. Давай так. Я хотел бы всё-таки решить вопрос вот этой комнаты и комнаты, которая была на прошлом уровне, потому что они обе закрыты. Понятно, что эту я, судя по всему, зафейлил и вряд ли смогу открыть. Но ту... Первую. У меня появился сейчас новый ключ. Может быть, она откроется именно с тем ключом. Спойлер, майкер. Там впереди босс. Готовься. Да, да. Впереди босс. На босса я бы, конечно, хотел 13-й левел получить. В принципе, можно сбегать, сдать пару квестов. И выполнить один квест в плане там что-то вроде расследования. Может, попробовать и остальные тоже разными ключами потыкать. Да, я бы попробовал здесь тоже тыкал разными ключами. Возможно, ну, у меня не получилось, но, может быть, надо просто другие варианты. Там довольно много комбинаций, если они ещё друг с дружкой взаимосвязаны. На прошлом ярусе всех перебили. Вот, пожалуйста. Во-первых, я не попадал вот сюда, насколько я понимаю. Ну, не мог никак спуститься. И не попадал вот в эту комнату. И вот здесь как раз, возможно, стоит поставить новую рунку. Сейчас проверим. Что там явно тупиковая комната, явно там что-то интересное. Вон даже лут светится. Извините, кант. Да. Тут привал, кажется. Привал у меня есть. А ключа под этот у меня пока ещё нет. Это по-особому светится. Сейчас я пробегусь, поставлю новую ключи. И вот Ро, это как раз новый ключ. Сюда не спустился. Видимо, здесь лестница выстраивается из этих блоков. И ты можешь спуститься вниз. А может быть, только Лантри может нам помочь в этом нелегком деле. Потому что на стенах, как вы видите, есть странные вещи, которые, кроме него, не справится никто. Ладно, пойдём вперёд. Буду я возвращаться. Фуги поставим. А, подождите, у меня же там были проблемы с этими бутыльками. По крайней мере, вот так вот надо сделать. Ох, у танка выносливости не так много. Я, пожалуй, у Фуги заберу пару мелких бутыльков. И пойдём в бой, в неизвестность, ориентировочно на босса. Вообще, вдруг у Лантри где-то припрятан камень за пазухой, только в этих локах. Но он может просто символы на стенах считать. И как-то подсказывать какие-то, что может какие-то двери открывать. Или ещё что-то. Ну, может быть, и у него камень какой-то есть. Кстати, у нас есть уникальный камень, который только для Лантри. Но он прибавляет, соответственно, ему характеристику. И кроме него использовать его никто не может. Здесь, кстати, тоже очень похоже по начертанию символ с тем, что да-да-да, тут такой же ключ, который и на прошлом уровне. Так что... И тут тоже штрих. Сюда надо с Лантри возвращаться. Слишком много неизвестных вещей. Но ставить сейчас Лантри, брать его на босса, я не стану, безусловно. Потому что эта команда как бы проверена, по крайней мере. А Лантри, он... Я с ним давно не ходил. С Богом. Поехали. Это уже, кажется, третий ярус получается. Ух, что-то волнительно мне. Учитывая то, что уровень максимальный и сейвов нет, любой файт может быть последним. А, я оказался... О, я оказался в шпиле! Ё-моё! Прикольно! Так, аккуратно. Здесь может быть большая зона, которая как раз и... Слышите? Квай там! Я слышу... Как будто силы какие-то там... Вот так вот тут могут появиться гады. Это похоже очень на босса. Ну, потому что огромное это... Во-первых, возврат назад, шорткат назад. Огромный зал... С потенциальными врагами. Вон, раз, два, три, четыре. Да. Ой-ой-ой. Блин, волнительно. Это архон какой-то вообще. Смотрите глаза. Это огромный висп переросток. Куда? Они еще по скрипту подходят? Нет! И не отступить. И танк у меня сзади. Нет! Нет! Папандос. Надо было тринадцатый получать. Надо было уходить отсюда нафиг. Как только увидел, что босс, надо было забивать и уходить. Черт! Черт! ГГ. Да, блин. Я плохо подготовлен к предстоящему сражению. То есть, мог значительно лучше готовиться. Учитывая то, что прошлый и всякие элементали огненных убивал исключительно по тактике. Типа, дверный проем, правильный порядок, все дела. Райтамон стоит перед бурлящим шаром синей энергии. Борьба света и тени причудливым образом искажает очертания его лица. Вот он в шлеме, который нам нужно достать. Блин, я... Мне отойти хочется уже, знаете, в туалет сбегать. Сейчас бегаем. Выражению восторга, мгновенно улетучивается вместе с отведением моста. Да кто это мне мешает? Он поворачивается и видит вас. Его лицо искажается от ярости. Нет! Его голос звучит одновременно властно и капризно. Тебе нельзя быть здесь. Это для меня. И я не позволю тебе все испортить. Как ты пробрался сюда? Ты же не знаешь тайн старых стен. Один из его людей передает ему маленький зеленый предмет. И Райтамон прячет его в карман. Чего у тебя не отнимешь, так это упрямство. Но пора это прекратить. Тебе здесь не место. Он топает ногой. Сухой шлепок эхом разносится по огромной комнате, превращаясь в череду быстрых хлопков. Тебе здесь не место. Его подручный непроизвольно отшатывается от такого внезапного проявления гнева. Его ярость так же быстро стихает и сменяется улыбкой. Лишь глаза по-прежнему недобро блестят. Построение в скриптовых битвах в иконках выставляется. Ой, ёбарасе ты. Впрочем, современный совет, блин, вообще. Капец. Впрочем, указывать тебе все равно, что выкрикивать проклятие, надвигающейся тьме. Ты никогда не оставишь братство в покое и всегда будешь лезть не в свои дела. И все же я восхищен. Не думал, что ты зайдешь так далеко. Говорят, это вторая из трех хардкорных битв. Йопересе ты. А что же вы меня так пугаете, а? Кто бы мог подумать, что ты вышвырнешь меня из дома, обретешь мой мир, обрекая на скитание в глуши среди этих стен, только чтобы сейчас стать свидетелем моего торжества. Я лишь хотел сохранить распуть Элитиана, защитить его, уберечь. Я хотел, чтобы меня оставили в покое. Но раз уж ты определенно не намерен от меня отстать, то можешь остаться на главное угощение. И поверь мне, им не терпится приступить к трапезе. Скажи что-нибудь, прежде чем тебя разорвут на куски. Перерыв. Ребята, перерыв. Страшно, аж жуть. Страшно, аж жуть. Страшно, аж жуть. Миши не ссы. Да-да-да, Миши не ссы. Так, короче, 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 короче. Зачем ты забрал шлем магоборца? Похитил жденью. Что там в той тюрьме? Зачем ты забрал? Они мне приказали. Райтамон указал на светящуюся сферу и каменные изваяния, вмурованные в стены. Когда они начинают убивать, то особо не перебирают. Плоть есть плоть. Одинаково хорошо рвется, понимаешь ли. Он стучит по своему шлему. Так что это гарантия моей безопасности. С помощью шлема я смогу изгнать их обратно. Они дадут мне славу. Шанс сделать распуть Ильтиана моим. Только моим. Он смеется и звук жутким эхом разносится по огромному залу. Почему жденья? Нам нужен мастер горна, чтобы отстроиться. А кто лучше подходит для этого, чем мастер над всеми горнами? А, вон она. Ты точно свихнулся, говорит жденья. Если думаешь, то я с тобой буду сотрудничать. Лучше подойди, мы обсудим планы по восстановлению. Райтамон гримасничает и касается фиолетовой отметины под главой. Что там в тюрьме? Опустошитель. Ёпресса, ты а, нет! Блин, это непередаваемое чувство. Когда ты там шесть трансляций идешь к моменту, не понимаешь, что это за момент, понимаешь, что это сложный момент, можешь гуфнуться и все начать сначала. Фух, ой. Райтамон шепчется, дрогаясь в выступленном в восторге. Его глаза блестят, словно у маньяков. Такт с переливами света на его лице. Пусть Кайрос шлет войска. Им не победить. Я скорее сравняю с землей распутили Тиана, чем отдам ему. Или чем позволю тебе остановить меня. Он смотрит на вас с угрожающим безумным взглядом. Это мой город. Я нашел затерявшегося книгачея. И во словах слышно короткое скрытое ликование. Он выглядит странно возбужденным, словно хочет сказать все слова одновременно, но при этом сдерживая себя. Он рассказал мне все. Он спел мне такие чудесные песни. Короче, знание. Ты окончательно сошел с ума. Что произошло? Ты оказался таким собранным на железной тропе. Райтамон недобро щурится. Только я вплотную приблизился к заветной цели, как тут приходишь ты и хочешь все отобрать. Ты еще смеешь осуждать меня за чувства? Думаю, мне будет особенно приятно наблюдать за твоей смертью. Лицо Райтамона побогровило. Ты не отберешь у меня ничего, он восклицает. Распутили Тианы мое. Они говорили, что мне никто не поверит, и что мне придется в одиночку противостоять армиям. Я знал, что вы все против меня, только погибели, указали мне верный путь. Ты не боишься, что погибели убьют тебя, как только ты их освободишь? Конечно нет. Райтамон бросает на вас скептический взгляд. Хвала погибелям, у меня шлем с их именами внутри. Когда я вошел сюда в нем, то вся темница задрожала. У меня все получится, это их воля. Что ты сделал с Негачеем? Я еще никогда так внимательно не читал диалоги, оттягивая неизбежные. Райтамон пренебрежительно взмахивает рукой. О, мы перехватили его с пачкой книг, даже не зная, куда он направился. Но кого спрашивать об истории, как ни книгачей? Он улыбается, отведя взгляд в сторону и неосознанно облизывает верхнюю губу. Он рассказал все, что мне нужно было знать, чтобы попасть сюда. Говори его до смерти. Ты вообще знаешь, как освободить опустошителя? Конечно! Выкрикнув, он снова топает ногой, затем укорезет накачает головой, словно это самый очевидный ответ на свете. Мой особый книгачей поведал мне все. У него были обширные знания про старые стены в этом регионе и про слухи о ключе, который может освободить погибель. Но он не хотел делиться ими со мной. Могу поспорить, ему хотелось, чтобы Кайрос взял распуть и литяны, но я показал, насколько это пагубный ход мысли. Задумавшись, он грызет ноготь большого пальца. На мгновение вам кажется, что он забыл о вашем присутствии, но затем он нарушает молчание. Он упоминал что-то о кристаллах и четырех сторонах света, но я никак не припомню. Честно говоря, он пел так громко, что тогда не показалось мне... что это тогда не показалось мне важным. Что имел в виду книгачей, говоря о четырех сторонах света? Ретамон наступленно барабанит пальцами по вискам, селес вспомнит. Это как-то связано с отмыканием старых стен. Он нашел подсказку где-то в архивах, твердил что-то про компас. Ах, да! Он выуживает из кармана рваный лоскут пергамента. Он нарисовал мне схему. Он разворачивает лоскут и смотрит на него, нахмурившись. Ну да, пользы от этих записок никакой. Они порваны. Нельзя прочитать текст, если нет его части. Он вертит лоскут в руках. Бесполезно. Отдай мне пергамент, книгачей. В нем могут быть важные сведения. Знания, 57. Оп. Он что-то бормочет, почесывая голову, переводя взгляд на вас. То на вас, то на лоскут. Наконец он наступает, швыряя его вам. Я все равно не смогу прочесть. Мне прокус с него нет. Забирай, почему нет? Предпоследний диалог перед атакой. Когда я зашел, заметил, ты спрятал светоключ. Я так понимаю, ты мне его не отдашь. Ой. Так, задира, бандит, бандит. И, собственно, рейтамон. Рейтамона характеристики очень хорошие. По парированию, по воле его не пробить. Защиты стихийных нет. И это хороший шанс для... Да. Комбо пока сейвим. Это явно не главный бой. Танка вперед. Вот я не знаю, будет ли после этого еще бой. Ставит ли мне сейчас вне оков. А хотя там перезарядка хорошая. Давай ставим вне оков сразу же. Раз. И подругу убираем куда-нибудь на фланг. Два. Нужен какой-то контроль. Желательно ОЕшный контроль. Замедление скорости перемещения. Это, наверное, к бобру вопрос. Кого будет атаковать? Лучницу, бобра. Лучницу, лучницу. Лучница уйдет. Так что пофиг. Я, наверное, сделаю замедление песков. На 20 секунд. А, нет. Стоп. Да, вот так вот делаем. Ориентировочно. Фух, ты, подруга. Что можешь сделать тоже ОЕшного такого контроля? Щего. Ну, заморозочку можешь сделать. Воспламенение электрический. Это не... Это не заморозка. Ну, вот он. Заморозка волшебный огонь. Но я не достаю. Можем пока Рэйтамона поднять, опустить. Или удержать его. 15. Стоп. Давай тогда его просто поднимем в воздух. Скорость уменьшаем. Танк выходит вперед. Ошеломление на фугу. Так, ушла. Ушла фуга. Так, по защитам. Кто меня больше всего интересует? Наверное, все-таки Рэйтамон меня больше всего интересует. В плане дэмэджа, да? Делать ли на него хромоту? Пока не нужно. Поджигаем раз. Можно пропить пока фугой что-нибудь такое на урон. Нет, у нее пока не стоит ничего пить. Зажигаем Рэйтамона раз. Тут поем. Опять урон не тот. Вот огненный шар может зайти. Как там по вероятности? Отлично по вероятности, я считаю. Давай вот так вот. Сейчас они будут бить цель. Собственно, вот эту вот. Можно даже на нее щит кинуть, на самом деле. Ну, потому что бьют... А, нет, на фугу. На фугу сейчас переключится. Ошеломление, время восстановления. Тут все ошеломлены, к сожалению. Но они тоже замедлены должны быть. Мне нужен какой-то сейчас... Еще, наверное, контроль. Да, давай еще утомление сделаем, пока работает, пока есть такая возможность. Так, идут сюда, этот туда, этот туда. Ой-ой-ой-ой. Ну что, фуга-ты? Давай, стреляй. Она готовится просто. Так, тут отстрелялась подруга. Хорошо бы схватить этого упыря, потому что он явно идет. Но они попадают. Упадаем, попадаем. По электрошоку как. Фигня по электрошоку. Ну вот сейчас нужно вот по этому конусу сработать. С замедлением, скорее всего. Но замедлений у нее нормального нет. Либо она делает... Электрошок. Наверное, надо делать электрошок. Причем поверхненьким. Большая вероятность. Не хочется точечные заклинания юзать. Может быть, все-таки возьмем и сделаем... Свет могил, пока есть такая опция. Да, давай, пожалуйста, пожалуй, свет могил. Комбо спасутся. Надо еще от Роэта Мона отойти. Комбо пошла. Ой, пробивает уже. 36. Ёпрс, а ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец. Блин. Да, там урон хороший заходит в фугу. Там 36. О-о-о-о, черт! Ладно. Давай сделаешь ты тогда... Этот топор метает, да? Мечет. Не зажигай его, давай лучше хромоту на этого И будем кайтить фугой Сделали комбо способность на восстановление жизни в зависимости от нанесенного урона Двое на фуге, один на этой Но этой пофиг на одного Я бы хватку сделал тератуса, чтобы фуге было попроще Или все-таки сделаем сразу же вот так вот Давай вот так вот сделаем Конус хороший, урон отлично, высасывание жизни и все дела Бобер взрыв хаоса или щит? Щит на фугу нет, щит только на эту, но пока нет нужды Возможно стоит сделать выпад Да, выпад, отлично, блин Выпадом хрен попадешь Взрыв хаоса мне не нравится тем, что он только урон наносит Мне нужно что-то замораживающее, замедляющее Вот огненный шар, опять же, должен зайти Вот так вот делаем Так, ты освободилась, но почему-то у тебя нет Так, и бобер тоже Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Танка моего пробивают, капец Танк лечись раз Танк восстанавливаю выносливость два Бобер, огненный шар Блин, там вообще жесть по огненному шару Да, не попасть по нему, по этому огненным шарам Еще не поздно сделать щит, тот же самый на танка Потому что фуга сможет уйти от двоих А, это тоже по фуге Я сейчас завязан, я не могу защиты сделать Пока этот рядышком, лучше по нему разок ударить Шаровая молния-то даст неплохой урон И вероятность отличная Но нет контроля, лучше огненный шар, опять же Вероятность чуть похуже, но зато будет Хоть какое-то замедление еще дополнительное Фуги достается, капец Причем у нее нормальных этих нет Может отражение попадания, лазурный колокольчик пока сделаем Ну это парирование, это не уклонение Нет, ей надо пропивать будет Да, все на фугу переключаются Ей надо просто бежать Просто бежать, ребята И кайтит на себя Так, а ты лучше все-таки сделай Ей не нужно уже лечиться, ее перестали бить Поэтому пусть она все-таки попробует вот так вот сделать Так, можем схватить кого-то из упырей Вероятнее, конечно, этого схватить Который поближе Фуга побежала Горят, хорошо Это фэрболл прилетел Да, все за фугой Блин И я понимаю, что это не конец Это не босс Это только как бы разогрев Поэтому комбо способности, которые между отдыхом и даже между битвами, лучше не использовать Поэтому Алекс Дип как бы... Да, это неправильно Сейчас все выпивать прям Заморозка подействовала Хорошо, этот бит Бит С разорением бежит Можем вот сейчас сосредоточиться на убийстве того же самого рейта Мона Потому что он рядышком Он доступен абсолютно Ну, просто доступен Я могу попробовать сделать выпад Вдруг сабилка сработает На уменьшение резистов А у него нет резистов практически Зачем тебе уменьшать резист? Давай точечно там Хватку огненную Вот, горящая ладонь, раз Поднимаем его Фуга убегает Молодец Нет, я лучше пропью Я не буду экономить бутылек У меня есть еще два огромных бутылька Будешь пропить заранее И сейчас будем Хромоту делать Там еще один заморожен Все, хромота пошла Выход из боя Он получил за выход из боя Давай электрошок Ага, конечно, 10% Вообще, найс Призрачный тоже слабенько Могильная хватка лучше Но в ней особо тоже смысла нет Не, вообще Могильная хватка должна зайти лучше Чем остальные По вероятности 61 О, на танка Сагрились Хорошо По крайней мере Один будет Хромота подействовала Хорошо Этого удерживаем Контроль нормальный То есть Замедление Заморозка Горение Хромота Все это дает мне Против 4-х милишников Довольно Хорошую свободу В плане Перемещения Ну и контроля Собственно Контроля Главное контроля Можно уже песню спеть какую-то Ну лучше, наверное, подождать Что там такого О, сейчас до бобра будут домогаться Уже видно И я бы чуть-чуть отошел Только для того, чтобы не было сплэша В случае Так, ты продолжай убегать У нее скорость перемещения Плюс 25% Плюс нет штрафа Между выстрелами на перезарядочку Поэтому Так, бобер отступил Электрошок нет А что он может? Там по огню он может Можем обновить, кстати Сделать втомление Вот так вот Гарантированно Еще скорость мы понизим На 15 секунд Паралич Да, справляемся уже Справляемся Паралич сработал Призрачная стрела Давай 50 на 50 Это неплохо Фуга Перезарядилась Надо А ты на кого побежал? На фугу тоже, да? Интересно Утомление сможет? А, он оглушил меня Тот вообще Летает Этот парализован Утомлен Это тоже утомлен Хорошо, скорость Уменьшается Фуга Продолжает Продолжает бегать Тут можно Тут можно уже Наверное Вот так вот Огнем Хотя это АОЕ-шка Может у меня есть Более эффективная Она по урону Хороша 25-40 Пожалуйста Утомление на него Не очень хорошо Зашло Почтира Это Монгув Он тоже побежал На Подругу Электрошок Там не срабатывает Насколько я помню Тут Рикошет Не пойдет Не пойдет Тоже не пойдет Давай вот так Хотя бы Ладно Хотя она с руки Неплохо бьет Вероятность 42 А тут Тут урон слабенький Лучше уж с руки бить А, у Фуги откатилась Эта обилка Господи Она сейчас может Абсолютно спокойно Дождаться Когда пацаны подойдут Оставить копию Надо их только свести В одной точке Вот где-то здесь Нет Даже вот так вот Оплетающее пламя В молоко Давай электрошок Она уже сейчас Может задеть всех Но я хочу их собрать И только после этого Уйти Давай сюда Оп Справа приземляется Один упырь Короче надо сейчас Райтамона Всеми силами Забрать Может шаровая Учитывая то Что там останется цель И И пройдет По этому Ну и по По дальней Наносит урон 11-14-2 И уходит Получает сразу Копия 47 урона Ошеломление Получает тут же Этот опять Не бежит Я думаю что нужно Сейчас Кастовать будет Защиту На фугу А они все На фугу Сейчас опять Сагрились Не на Блин Вот в какую сторону Я отступать Наверх Получается Наверху Этот быстрый А эти не очень И давай чуть-чуть Вниз тогда И можно уже Вот так вот делать Блин А шаровая Это В шаровая Не пойдет Давай сначала На нее защиту Кидай Да потому что Они не сагрились На А Сагрились Они сагрились Так Рейтамона Добиваем Раз Молодец Так Ты зажигай Наверное Лучше Рейтамона Зажечь Чтобы гарантированно Добить Подходим Сейчас нужно Что-нибудь Ауешное Туда зарядить Вот так вот Отлично Зайдет Вероятность Конечно Не очень хорошая Ну да ладно Танк оглушен Фуга Пытается сейчас Уйти Стрелу Успевает Выпустить Попадает Присмерть Рейтамон Фугу Не остановить Она такая Неудержимая Тут запустили Стрелу Но надо подойти Еще поближе И сделать Тоже Что-нибудь Оу Утомление Работает Держись Там Три шепота Держится Может этого Поднять пока Чтобы фуге Было попроще Не добивай Фуга Вот этого А мне еще говорили Давайте от фуги Откажись Зачем она тебе Так Маг Простреливает Раз Надо сразу же Что-нибудь Тоже Конусоподобное Либо запускать Запускать Шаровую Например Сюда Не факт Что она Продержится Это подругам Не продержалась Вспышка пламени Маленький рейндж Но они сейчас Все сюда пойдут На меня Так что надо Что-то такое Принимающее А кроме вспышки пламени У меня Особо ничего А у ешного Нет Поэтому делаем вспышку пламени Пробуем подставить Танк сюда Поднимаем Рейтамона Рейтамона Надо Кроши-потроши У него Какой-то 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 Обилки Я немножко Отступлю Надо Рейтамона Добить Каким-то Макаром Надо добить Рейтамона Не знаю Каким Может принимать Бобром Все равно А давай Взрыв хаоса Этот упал Сейчас будет АОЕ на трех Выстрелы По Рейтамону И АОЕ на трех На четырех Давай Взрыв хаоса Ну Есть Взрыв идет 11 11 56 11 36 Главное Чтоб это потом Мне не пригодилось Сильно Вспешку Пламенем Уже на четверых Рейтамон Жив еще Гад Подчинение Зачармили его Нет Подчинение Или Он как бы Не враг Сейчас Или типа Мы его убили Да Так Бобром 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 Брум Брум Можно Сейчас Какой-нибудь Навык Использовать Из Можно Арию Стойкости Пропить Пропить На двоих Всяко Лучше Чем Да И один Бутылек Я все Узнул Тихо Так Рейтамон Все Сейчас Этого Добиваем Тут Идет Вспышка Раз Восполнение Два Хорошо Давай Взрыв Сейчас еще должен быть Отлично При смерти При смерти Еще вот так Вот 60 80 60 60 Есть Баф На уклонение Защиты повысили Сейчас Ну вон Уклонение 108 Парирование 83 Стоп Сколько он Добавляет 20 к тому 20 к тому Еще 4 к стойкости То есть Резисты еще Другие повысились Так Можно ее Сейчас уже Превентивно Лечить Меня Точнее Превентивно Лечить Нашего Повелителя Огня Падает Еще один Великолепно Стреляем По следующему Я бы конечно Оглушил Вот этого Упыря Ой Хорошо Хорошо Еще Фаербол Достанет До двоих Достанет Добивай Добивай Этого Танк держится Молодец Есть Минус Еще один Проблема Сейчас в том Что это только Это не босс Это подготовочка К боссу Я не знаю Закончится ли битва Чтобы у меня откатилась Параспособности Комбо Которые между битвами Но ран Слава богу Нет Этого Контролим Сразу же Паралич Выстрелы Удар Сейчас оглушение Паралич Пробуем Да оглушение Паралич Все срабатывает Причем Все срабатывает Великолепно Шаровую Запускаем Потому что Можем Еще одно Углушение Да Падает Четвертый Ес Рейтамон Тяжело падает На колени Кашляет Он поднимает На вас Покрасневшие глаза Полный слез Как Он обреченно Вопрошает Пространство Как же так Убить его Мне нужен шлем А ты нет Твои планы умрут Вместе с тобой Я не хочу убивать тебя Но ты должен Кое-что пообещать Если сохранить Тебе жизнь Интригует Чего А чего Его слова едва Различимы Чего Его слова едва Различимы Чтобы услышать Вам приходится Напрячь слух Ты уже украл Мои мечты Что еще Тебе надо Так Отдай мне шлем Магоборца И можешь забрать Мастера с кованых горном Нифига себе Уходи Никогда не появляйся Отдай мне шлем И забудь о ждении И уходи Никогда не появляйся На распутье Вот Или Или убьем его Он вообще Я б убил Я б убил А вы что думаете Пацаны Вы Суд и совесть Я конечно вершитель Я могу приговоры Выносить Не ознакомливаясь с делом Что вы думаете Уже с самого начала Тебе не понравилось Да Давайте попробуем голосование Первый, второй или третий вариант Нужно принять решение Один, два, три Голосуйте пожалуйста Первый вариант Отдай шлем Возьми мастера с кованых Второй Отдай шлем Забудь о ждении Просто уходи Третий Убить Большинство Кровавых Бобров За Да не надо Его мочить Говорят Мочи урода Так просто Мы можем Чего-то лишиться Если убьем его А можем приобрести Если там Вдруг девайс Какой-то Ладно Давайте убиваем Все Задание Обновлено Это ж привал Могу сделать Столько Шмоток Блин Не зря Убил Шлем Магоборцы Квестовый Молот Топор С Магическим Взрывом Ой Бабло Шлем Бронзового Братства Да я Танку Хочу отдать А танку Шлем Отличная История А будет Еще что-то Не зря Убил Да 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 Ё-моё Что там У нас Паш Ох Может Бобру Апнем Броню Электрическую Огненную Уменьшим Восстановление Но здесь Хитроумие Знания Этой не нужно А вот этой Может поставим Да Броня Точность Пофиг Оп Шлем Ооо Шлем Магоборца Он Уникальный Качество Превосходное 50 к защите От заклинаний И магическое Восвобождение Обилка Выпускает Разряд Энергии Который Взрывается При столкновении С целью Вызывает Ослабление Усталость У всех Погибели В радиусе Поражения Длительность Воздействия Увеличивается С известностью Шлема По восстановлению Плюс 5 Тяжелая броня К сожалению Блин Я буду Медленнее Кастовать Хотя У меня Сейчас Другой Нет Вот так Надо сравнивать А Такой же По восстановлению Но тогда Я хитрости Лишусь Точнее Знаний Лишусь Десяточки Но зато Броня Обилка И защита От заклинаний Я буду Магобор Способность За репутацию А что там По магической Защите У меня 69 А почему Не считается Почему Не считается Я не понял 50 К защите С чего это К защите От заклинаний Я не вижу Что защита По По магии Или Другой Тип Защиты Давайте Посмотрим Защита От заклинаний Навыки Магии Навыки Оружия Навыки Поддержки Петрами Атлетика Это навык Когда Заюзаешь Вроде Не нравится Мне это Тогда Делаю Привал Потому что Могу А вот Это То самое Сражение Которое Топовое Или Не Мне кажется Шаром Нужно будет Топовое Сражение Проводить Ой Хитроумие В смысле Знание Жалко Если он Действительно Пока Без А Уже Обилка Есть То есть Сразу Сразу Дает Эту Способность Неплохо Неплохо. Ослабление и утомление на полминуты. Выпускает разред энергии, который взрывается при столкновении с целью. Вызывает ослабление, усталость у всех погибели в радиусе поражения. Длительность воздействия увеличивается с известностью шлема. Это отличная вещь, учитывая то, что мы еще с погибелями не разобрались. Тут 4 руны. Вижу схрончик дальше. Мне кажется, что главное испытание еще впереди. Сейчас я сначала схрон. И я назад вернуться не могу, вот в чем дело, понимаете. Опа, что это такое? Колье черное. Урон плюс 10, здоровье минус 1, пока здоровье выше 30. Ох! Аксессуар, конечно, не для хардкора. Ошейник затягивает, сжимает шею сам по себе. Известно, что певчие крови носили такие смертельно опасные аксессуары для получения каких-то извращенных удовольствий. Это предлагают ошейник надеть на... Как ее звать-то, Господи? На Атли, потому что у нее есть высасывание жизни, у нее вся магия крови. Чего ты поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает? Фи, император. Что такое? Вы слишком кровожадно ведетесь. На мнении большинства демократию завезли. А? 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 Теперь замаливать свои грехи готикой. Короче, я поставлю это колечком. Он прямо сейчас будет уменьшать мне здоровье. А, ну есть родной реген. Родной реген, пока ты не в бою. Да, я думаю, что 10% урона, учитывая то, что значительная часть урона это то, что я могу вытащить Узнание 89. Вот так вот. Не могу использовать. Почему не могу использовать? 90. Почему не могу использовать? Неужели это мне не давало ничего? Да, это я просто тут не совсем правильно, видимо, заклинание я взял. Нет, 90. Почему 89? Тщательно выбери расстановку героев, учитывая, что на стенах. Что на стенах, что на стенах, что на стенах. Четыре рунки. Четыре рунки будут выходить враги. Нам нужно их все заюзать до того, как выйдет вот этот вот упырь. Надо скорее всего юзать их танком, для того, чтобы была возможность отойти, чтобы огрелись все на него. А, ночевка шпиле дала бонус к знаниям, и я подтянул заклинание под шпиль. Это провал. Ладно, давай тогда уменьшать. Уменьшать, уменьшать. Так вот, сделаем. У бобра вроде все... А, у бобра тоже проблемы со знаниями. Потому что я поменяла этот шлемак. Может, Атли все-таки шлем поменять, а? Да, я бобру верну, потому что хитрость ему реально нужна. От этого... На этом завязано много заклинаний. А тебе дадим этот шлемак. А билка у тебя-то появилась? Появилась. Поехали. По логике, нельзя начинать с первых двух, то есть надо выбирать между левым или правым, если важна последовательность в принципе. А, это четыре руны, в принципе, да? Могу ли я понять, по какому принципу чем они отличаются? Свечение, не от формы, не от расположения только, да? Расположение. Может быть, знаки на стенах какие-то могут... Мне инвентарь, посмотри, почему трогать алтарь и карты же. Не трогай, стой. Тебе же карту дали. В квестах это, кстати, есть. Используйте свето-ключи на маяках, чтобы выдвинуть мост и выйти из старых стен. Я понял. Пу-пу-пу-пу-пу. Карту дали, карту дали. Карту дали, карту дали. Сигил огня. Вот, наверное, квестовая вещь. Уголь. Послание. Так, и дать ли ей все-таки? Да, пожалуй, я вот так-то ей поставлю. Карту дал Райтамон. Я понял, но... Сейчас, подождите, надо ее... Надо ее найти. Грубо составленная карта. Нет, не то. Блин. Так, в инвентаре. Есть? Нет. В... Бжи-бжи-бжи-бжи. Кстати, на вопросах о шпилях. Здесь можно тут пока письмо прочитать. Дорогая Меотис, я весьма ценю... Сейчас самое время голубя пустить с письмом. Посмотри, бумажки там все, пара кустовая с кубиком. Да. Я весьма ценю твою мудрость. Ты упоминаешь в письме о бледеномарке убийством, которое он совершал. Я помню намеки вершительницы судеб Калио во время моего обучения, что работа бледеномарка уничтожит угрозу до того, как она проявится в полной мере. Любопытно, что твои слова это подтверждают. Итак, предположим, чисто теоретически, что я и вправду архонт, значит очень... А, это мой. Стоп, это мое послание. Я свое послание пишу. В квестовых предметах смотри. Тайник. Ну, квестовые предметы это вот, насколько я понимаю. Вот они, светоключи всякие. Рисунок углем, это получен совсем был недавно. Совмещенный лист... О, вот оно. После совмещения с первыми двумя найденными вами клалочками пергамента вы видите грубо изображенный сигил Ро в центре. И грубо изображенный сигил Цитрен верхним левым. Углу. А также грубо изображенный сигил Амид верхним правом углу. В общем, значит в центре. В центре вообще архонт стоит. Короче, давайте начнем с... Ну, верхний левый угол. Это вот он слева. Цитрен давайте попробуем туда поставить. Левый верхний угол Цитрен. Блин, вы меня испугаете. Пыльное послание, полный пароль. Тайная фраза, снимающая... Это безмолвный архив вообще. Посмотрите, все пять бумажек. Это... Это старые бумажки. Вот оно проранжировано по свежести. Вот. Поэтому... Верхний... Левый угол Цитрен пробуем поставить. Давай. Кажется, не получилось. Или нужна именно последовательность. Сначала верхний, потом левый, потом... Там просторный свет с картинками. Да что ж... Шап-шап-шап-шап! Шап-шап-шап-шап! Давайте сюда рову попробуем поставить Если речь о порядке Нет На сундук нажмите Загадочное послание Похоже Р что-то подозревает не то Ключ Указание первого книгачия Это не то Это тоже старое Заметки Торвина Вообще просто можно методом проб и ошибок сделать Да я понимаю Просто Главное что никто не появляется После неправильного Может быть и методом подбора Раз никто не появляется Давайте реально попробуем Сверху Я оставил ро Нет Нет Цитрен Кажется верхний правый красный А верхний правый Это как вверх вообще смотрите Нет Красный Так Это Цитрен Прошлое не гаснет Так что Это халява Ё-моё Дверь открылась Но перебраться туда никак Красный я сверху пробовал Нет Красный я Красный сверху пробовал То есть здесь красный получается Да ладно Убить опустошителя А вот это тот самый Так Уклонение слабое Рейнджовые атаки Фуга соответственно работает Парирование слабое Но у него вообще характеристики слабые Это не может быть так Аура слабости Противники в области действия Ослабление в течение 5 секунд И постоянной работы То есть к нему лучше не подходить Уязвимость к огню у него Уязвимость ко всем стихиям у него Плюс 25% С одной стороны Капец Сейчас начнется Танк у меня стоит неправильно Абсолютно Я не знаю чего отжидать Но сейчас будем Постепенно в него урон вносить Как-то Он атакует танком Фуга пока его поджигает И стреляет Это раз Возможно пока не поздно Можно что-то выпить Например Сонные слезки По воле проверка какая По воле у него серьезная Все Ну у тебя точность хорошая Так что ты можешь и пробить его по воле Давай сделаем сонные слезки пока что Нужен контроль Его Я попробую схватить Попробую его О землю ударить Это 2 Элементальный урон Заходит любой Соглушение Наверное С электрошока Попробую начать 85 И крайне внимательно Крайне внимательно Танком подходим Поближе к нашим Это ослабление Пошло Поднимает его в воздух Обойду я к своим танкам Фуга Может сразу закомбить По одной цели можем хорошо зарядить После электрошока Ладно пока просто стреляешь Так может быть здесь бутылки какие еще Превентивно выпить на полторы минуты Да Да на три минуты Раз Лазерный колокольчик Пьем Здесь воскрешение При поражении Ходячий смерть Пьем Съедаем Ты тоже кстати можешь выпить что-нибудь такое Защита магии например Да Давай Да Хорошо Так уронили У него увеличились показатели защиты Ты его уже особо не пробиваешь Да Призначная стрела Хорошо с пролечем И пошли по гибели Я вижу появляются там уже Я наверное подбегу для комбо И сразу комбим 82-3 удара Появляются пока обичеватели Это не самые топовые Огонек даже самый слабенький Оглушение срабатывает Комбо пошло Оглушение сколько Двадцать с половиной секунды Пробую встретить огонька А вот так вот делаем Что по бутылкам Блин надо сейчас посоху будет после серии Сделать ослабление скорости перемещения Фуга воздух Вообще паралич бы Оглушение сработало хорошо Охватка не очень Полетела фуга Прошел урон Хорошо Так это что у нас Осколки камня Это так себе Обилка комбо Ну ладно Просто будем помнить Огненный шар Нет Себя баф Маловероятно Нет К сожалению Огненный шар Этот огненный шар мне не нравится Я попробую все таки себя К живучести К силе Сделать Бобер возвращается В принципе он может подойти И хаос сделать Фуга пошла стрелять Легкое ранение у него Всего лишь Всего лишь легкое ранение 55 Уже ранение Хорошо Сбивание с ног Или сбивание с ног Это по всем Ранение Хорошо Дальше Фуга Что Ставить может уже этот Да Давай вне оков А кто А на фугу как раз иду Хорошо Фуга Передислоцируемся сюда Наносим урон Давай вне оков Говорю Не хочет Ты чуть-чуть подходи Ты делаешь вот так Вот погибели Высосывание жизни Что взрыв Или защиту Взрыв Или защиту Не подожди У тебя же еще есть Вот Давай Давай посох 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 Которые замедление Замедление песков Вот она Давай Главное попасть Он подходит к фуге Надо скорректировать Вот так вот Наверное Пугу тупит Испуг На троих На сколько Может вне оков Подействует Снимет Обычный Испуг На Секунд 5 17 25 25 25 Так Предметы На снятие Эффектов Где предмет Блин на свете Снятие эффектов У бобра же был Можно попробовать Угрозу сделать Ужас Фуга Фуга не делает Ничего Так Замедление сделали На них Талант Это был талант Это был талант Да Вот он Талант Случайно Негативный эффект Отрицание Боли Подходим Сюда Сколько Нужно Рейнджа Подходи Бобер Не тупи Отрицание Боли Поехал Там Негативных Эффектов Кроме Испуга Нет Поэтому На нет Есть у танка Какой-то Негативный Эффект Ослабление Ну понятно Да О Это решило Все-таки Несмотря на Испуг Костануть Молодец Стоп А почему Я могу И Могу И действовать Могу Я ей Действовать Понимаете Могу Нужно Главное Контролировать Того Упыря И продолжать По нему Работать Летающее Пламя Нет Заморозка Волшебный Огонь Интересно Он будет Подходить Или Нет Вряд ли Фуга Тоже Работает Смотрите Она Использует Способности Так Спецспособности Есть У нас Хорошо Давай Могильный Тогда Пусть Урон Наносится Или Паралич Паралич Все таки Пофиг Что ты Получишь Там Немножко Урон Есть Бобер Скастовал Опустошающий Удар От меня Такие Названия Блин Фуга Ушла Не знаю Есть ли У него Короче Фуга Стреляет Пробует Хромоту Сделать На него Бутылки Еще Откатились Может быть Стоит Использовать А нечего Использовать Здесь Скоро Откатятся Вот это Важно Использовать И здесь Можно Использовать Уже Сейчас Да Давай Тоже Колокольчик Лазурный Прожираем Тут Тоже Ходячая Смерть Ну Мы В 3 минут Уложимся Мне Главное Успеть Что Что Я Могу Я Должен Его Каким-то Макаром Контролировать Заморозки Сейчас Могут Зайти Очень Хорошо Либо Безводный Камень Утомление У него Есть Нет У него Утомления То есть Можно Накинуть Еще Безводные Камни Прям На всех Танк Возвращается Возвращается Конечно Возвращается Но Отталкиваться Она не может Просто Бей Поэтому Я понимаю Что там Вероятность Крайне Мала Тогда Фейербол Сюда Огоньки Пока Вообще Ни о чем То есть Они Слабенькие Пока Мне нужно Наносить Урон Ему Опустошающий Удар Мне Настораживает Эта тема Может Отойти Пока Не поздно Но он Замедлен Крайне Сильно Крайне Серьезно На 70% Тут Правда Другой Афикс Ушел Ослабление Работает Правда На меня Кажется Ослабление Пришло Сейчас Посмотрим Будет ли Хромота Паралич Срабатывает Отлично Тогда Продолжаю Работать По нему Желательно Своим Могильным Который Достает Утомление От Бобра Наверное Не буду Жалеть Хаосовскую Штуку Вот эту Вот По всем Можно Сразу Минуснуть Вот этих Двоих Фаербол Летит Ослабление Ослабление Надо держать Дистанцию Конечно Я не могу Так Ты Все Да Давай Завязывай Пусть танк Лучше Работает С ним У него Паралич На одну Секунду Заморозочка Замедление На 70% Еще Пески Уже Не работают Кстати Взрыв Пошел И Бобер Соответственно Отходит Чуть Чуть Чтобы Не было Ослабления Как Собственно И ты Подруга Должна Отходить Тяжело Ранен Он Уже Новые Подходят Бичеватель И Изверг Можно Пока Исцеляющие Сделать На себя Что Это Наковать Так Бобер Отходит Надо Опять же Выцеливаться По нему Но Желательно Сплэшем Доставать По остальным Непонятно На кого Доминирование Направлено Огненный Шар Предполагаю Почему Нет Повелитель Огня Все дела Фуга Зажигает Бутылочки Пока Не пропивает Щит Еще не наложил Но пока Не на кого Накладывать Щит Как вы видите Вот Танку Можно Защита От магии У нее Работает Можно Сделать Какую Нибудь Броню От Колющего Зелезащита Вот Я ее Заю Стандартная Такая Универсальная Ты отходишь Далее Давай Рикошет Бобер Стреляет Пока Все вроде Нормально Идет Главное Не запускать Вот этих Вот Не забивать Полностью На адов Нужно Как-то Их тоже Учитывать Нанося При этом Урон Главному Мы сняли Уже Больше Половины Жизни У него Есть еще Спецспособности Комбо Способности Это тоже Безусловно Радует А можно Кстати Сейчас А Они на фугу Побежали Эти побежали Двое На фугу Тогда я сначала На фугу А у фуги Как там Не откатилась Обилка Не наполовину Сначала На фугу Значит Защиты А потом Уже буду Работать По По Этим Кстати Можно Сделать Сейчас Вот так Вот пламя Потому что Мы можем Того задеть И этих Задеть Изымание Сущности Я побежал Короче Фугой Ей надо Кайтить Просто Постоянно И отстреливать Периодически Огненными Стрелами О Можно Его Снова По Когда У него Закончится Контроль У него Уже Контроля Нет Просто Он Замедлен Очень Сильным Не Заморозка Есть Но Это Не Паралич Так что Мы Его Опять Поднимаем Воздух Через Шип Бичеватель Изымание Сущности У Повелителя Огня Вот Это Неприятно Повелитель Огня Шаровая Молния Или Этот Ну Там Уже Летит На самом деле Огонь А у Этих Что По Резистам Урон Огню Как раз А вот Ледяной Не Очень Так что Пусть Оплетающее Пламя Летит Вперед Так Танк Прокастовал Можно Сделать Дезориентацию Арию Запутывания Но Вот Вопрос На Кого Наверное На Нижних Поем Утомление Урон Урон Урона И В Одну Цель Все В Одну Цель И Желательно Сплэшем Попадать По остальным Вот Какой Тактики Я пока Придерживаюсь Бутылки Пока Забиваем Тут Кстати Можно Пропить Что-нибудь Хорошее Но Нечего Пропивать Кроме Резурект И Трех Бутылок Выносливости А что У фуги Такое Погоди Отток Сил Минус Пять Со всех Характеристик Беда Так Этого Поднимаем Дезориентация Пошла А Ты путаешь Минус Сто Процент Урон И Защите Но Они Тут Все Равно Умрут От АОЕ Пожалуйста Утомление Сработало Хотя Блин Она Не спела Еще Утомление Это Старое Работает Поднимаем Этого Упыря Воздух Продолжаем Стрелять Продолжаем Кастовать Вот так Да Электрошок Оглушение С вероятностью Очень Не Очень Пламя Пламя Работает Вспышка Можно Обновить Пламя Ой Точно Это не то Пламя Которое Я ищу Вспламенение Вряд ли Давай Электрошок Больше контроля Чтобы Так Выстрелило Все Все На бобра Сейчас полезут Все полезут На бобра Дезориентация Утомление Все Этих двух От Отводили Продолжаем Концентрировать Урон На этом Упыри Он Уже При Смерти Работаем 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 Пробивают Фугу Слегонца Но Она Уже Кстати Готова Опять Сделать Обилку Свою Да Фугу Прыгает Так Чтобы Задеть Максимально Всех С одной Стороны И при Этом Оказаться В Более Менее Безопасном Месте Хорошо Так Бобер Отстрелялся Фаербол Наверное Продолжаем Кастовать Там Столько Урона В него Влетает Капец Могильной Хваткой Не достану А вот Призрачной Достану Фуга Прыгает Оставляет Еще Танка Рядышком Продолжает Стрелять Вроде бы Все Заняты Этот Умер Этот Утомлен Того Мы пока Игнорируем Сейчас Наверное Фугой Пропить Будет Да Там Выстрел Очень Хороший Жалко Пропивать Конечно Такую Ну а Че Жалко Миша Ты Чего Не Жалею Лучше Выстрелить Фаербол Влетает При Смерти Все Еще Не Не Достаю По-другому Только Горящая Есть Ладонь Но Есть Наверняка Еще Китабилки У нас Утечка Сил Посох Вспышка А что Там Посерьезнее Из Этих Двух Тут Стасис Да Да Силовой Щит Воспламенение Лучше Есть Убили Все Фуловые А Еще Обилка Шлема Была И Это Типа Вторая Из Трех Сложных Битв Я Даже Комбо Засейвил Ну то То есть у меня еще была комбоатли Которая всех лечит И Наносит урон Ни одного резуректа не потратил Где челлендж Котовый Попин Дай А Фрагмент Свитка Вот О чем я Понятно Фрагмент Свитка Кингачеев Новый уровень Поздравляем Фугу Фуге Наверное Продолжаем Пилить урон Да Отличная Обилка Вратники Наверное Возьму Молниеносные Рефлексы Следом Или все таки Хэдшотик взять Вот это очень хорошая Головоломка Урон неплохой Главное Что еще А мне А мне В любом случае Нужно парочку Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять А Все нужно брать Чтобы Холстореза взять Нужно будет взять И эту И эту И эту Все нужные В общем-то Обилки Поэтому беру еще ему Хэдшотик Ей Хэдшотик Собираем лут Алмаз Вы можете изготовить Сильные зелья Исцеления Если у вас есть доступ К лазарету Шпиля Так Им нужно Третий Использовать Значит красный Желтый Зеленый И остается У нас Фиолетовый Фиолетовый Магимба Игра После взятия Первого шпиля Становится легкой На любом уровне Сложности Ясно Ясно Ну как обычно В общем Михаил Нашел имбу А будет Сейчас Надо кстати Не забыть Спуститься И пооткрывать Те комнаты Которые до этого Или может быть Сразу Атли возьмем Ой в смысле Атли Лантри Лантри Возьмем С собой Освободить Или убить Освободить Конечно Привет Ждение Мастер Горна Она потирает Шишку на голове Подлый засранец Он знал Что не одолеет Меня в честном бою Она клоняется Вам спасибо Скованный Горном Тебе благодарны Твоя судьба Мне безразлична Мне нужен лишь шлем Ступай пока я не передумал Благосклонности Вличиваются И дали Ачивку В стиме Харизматичный Харизматичный Только не забудьте Еще прокачать Лантри Скилл правильно Да я не буду Его Брать на постоянку С собой Оооо Такого не было Безупречное качество Меча Двуручный Ураган Эликсир Искусности Ё-моё Первый раз Такую пушку Вижу Первый раз Почему двуруч 26 34 Пробивание брони 7 7 При критическом Попадании Урон Такой же Электрический Дистанция 1 метр И обилка Колесо Бури Эй Как мне посмотреть Обилку В небесах Собираются Грозовые тучи Из которых Вырываются Разряды молний Поражающие Врагов Выбранные Области Урон увеличивается Вместе с Известностью Урагана Может вообще Танку убрать Щит Дать двуруч И все Пусть ураганит Да У меня защита Просаживается Конечно Парирование И не так сильно Кстати Просаживается Вот эти Вот Базовые Остаются Неизменными Оп Оп Если ты артефакт Поставишь Во второй слой Ты можешь Пользоваться Способностью При любом Выбранном сете Вот это дело Это я понимаю Ой Хорошо Вот он Урон 9.17 Но видимо Там много 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 Там таких Штук В небесах Грозовые Разряды Молнии Да Радиус 2.5 метра Ну для танка Хорошо Если ее там Окружают Прям Попадать будет Рядом Рядом Морки Светится Синим Так Я хочу Это же шпиль Мой Я могу сразу Вернуться Подняться К Так лучше Здесь короче На самом деле Поднимусь Возьму Лантри Вернусь Сюда Пройду Быстро Через шорткат На второй И третий Левел Потому что Там есть Комнаты Не исследованные И может быть Наличие Четвертой руны И наличие Человека Который Как бы Разбирается В этих Древних Знаках Даст Возможность Да Не так Я прошел Кстати Я думаю Что можно Сейчас быстро Взять И подняться Надо было Влево Бежать У нас еще Несколько Квестов Распутили Теана Один сдать Другой Выполнить Тенечек В кирпичиках Это привал Нас Не нужен Ладно Давайте Кто такой Кто такой Поселенец Вершитель Хорошо видеть вас Живым и невредимым Из-за всего этого шума В старых стенах Эль Диан Начал переживать О тебе Он отправил меня Найти вас Если вы вернетесь В распутье Теаны Учитывая что У нас не было Гарнизона для защиты Доносящиеся до нас Звуки Вызывали Мягко говоря Беспокойство Все кто здесь живет Смогут спать Намного лучше Зная что Вы вернулись К нам в сохранности Никакие опасности Старых стен Не помешали бы Мне защитить Распути Литианы Мы благодарны Вам за защиту Он низко кланяется Затем убегает Уважение Уважение И почти Ну там До 13 Осталось меньше Половинки уровня У Сирены И будем петь В два голоса То есть Двумя разными голосами Одним Одним и тем же человеком Чтобы он Стал разбираться Нужно прокачать умение У нас же сейчас Еще есть возможность По это самое Попокупать Попродавать Может быть В шпиле что-нибудь Заказать Там заказали Мы одного чувака С легендарным оружием Возможно У него будут Толковые вещи Так Этот упырь Находится где? Атли 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 Ну в смысле Не Атли Этот Ладно Давайте сюда сначала Надо все равно Прокачать Там хитрость Кому Не хитрость А уклонение Навыки сейчас быстро Вкинем Желательно знания прокачать Во втором шпиле Двумя магами И Поменяю расположение Чтобы в скриптах Танк был впереди Это как сделать Кстати Сейчас посмотрим В расположении Построение 1, 2, 3 Вот Топцы я не вижу Так Стоп Трупа глаз Пришел заглянуть К нам за товарами Покажи чем торгуешь Лук ярусников 8 точностей Меньше восстановления Больше урона Меньше расстояния Меньше пробивания Брони Да нет Лук Во-первых Там другое Можно купить Плюс Мне для начала Перед серьезными покупками Желательно просто Обследовать те комнаты Потому что Так Здесь уклонение Парирование Парирование Поближе к левелу Так А где Одинокий клык Тут никого из наших нет Весь мечелом какой-то Потренироваться тоже Атлетика Двуручное уклонение Потренироваться Хитроумие Парирование Безоружный бой Это не те навыки В библиотеке Кажется Насколько заметил Когда меньше расположение Портрета Справа Влияет на расположение Скрипит Скрипит Я могу ошибаться Ясно Так Ревос Он же подкидывает Вещи новые Вон 8 привалов Здравствуйте И рыбку И сыр Так Ну и осталось Только с одиноким клыком Поговорить Тоже привалы Можно Переночевать Получить бонус По знаниям Все таки в шпиле Отдыхаем Возможно Стоит Получено новое послание Еще Касательно Вопросы о шпилях Мой дорогой Вершитель судеб То что Основная работа Бледаномарка Уничтожать угрозу Пока они не Выписаны Выпис Таваны Тут надо посмотреть Что Что обозначает Это слово Выпестовать Талковость Словарь Выходить Выкормить Пока Они видимо Не Блин Но все равно Выращены Выничены Это конечно Тайна Но небольшая Официальные казни Составляют лишь Малую толику Его обязанностей Насколько Я Не знаю Нов Не знаю Насколько я понимаю Кайрос давно Использует Бледаномарка Для Предвращения проблем Ты напоследок В полумачте Заходить не будешь Это меня В меч и ножны Посылают В бордель С полумачтой С этим Зверолюдом Переспать Нет В общем Не знаю Многие ли На ярусах Задавались Вопросом А чего так мало Архонтов Рождалось Так далеко На западе На самом деле Наверняка Там наверняка Временами появлялись Достойные кандидаты В Архонты Но Бледан Марк Уничтожал их Раньше Чем они достигали Известности Могу предположить Что за тобой Бледан Марк Тоже присматривает У него На твой счет Имеются приказы Мы со стариком Знакомы Давным-давно И я категорически Настаиваю Не пытайся Переубедить его Демонстрируя Лояльность Он терпеть Не может Листецов Мне кажется Он искренне Считает всех Окружающих Эгоистами Лжецами И делит людей На две категории Те кто Предается Самообману И те кто Принимает себя Как есть Третьего не дано Так что Ты прав Я тоже полагаю Что рано или поздно Бледан Марк Придет за тобой И Как я уже говорил Ты можешь Попробовать Спрятаться И покончить Жизнь прямо сейчас С жизнью покончится Прямо сейчас В одном случае Конфликт Неизбежен Предупредили нас По поводу Бледана Марка Но я отсюда Валю во второй шпиль Естественно Естественно Потому что Именно там Нас ждет Ландри Выписывать Да Выписывать Блин Только что понял Смысл названия Меченожны Так это Сразу было понятно Это Как бы Так Книга Чей Как продвигаются Исследования Могу из города Сообщить Что добился Больших успехов Позволь покажу Находки Так И у него Сигил Прицельного дождя Надо Верди Посоветовать В этом свитке Содержится Магический штрих Уменьшающий Уменьшающий Область действия Но увеличивающий Количество Заклинаний Нисхождения Хаоса Ее мое Прикольно Так Может еще Что-нибудь Изучить Следование Артефактов Рабочих Не хватает Надо рабочих Еще Рецепт Новых предметов Зелий Сигилы Пока что Давайте Раз Дальше Закажем Еще одного Рабочего Сюда Ааа Рекруты 606 Поговорим О магии Направление Силы Мне нужен Другой Тренер Рабочий Рабочий Филия Велос А где Этот Вот он Кажется Да Похоже Потренироваться Молнией Холодом Огнем А Знания Больше Не прокачать Уже Так что Да Все что угодно Повелитель Огня А тебе Знания Качаем Все Хорошо Вот он Лан Теперь Уже Дважды Кайросова Писька Дважды Дважды Эдикты Разрушали И прежде Но за все Свои годы Я ни разу Не слышал Человек Сделавшим Это Дважды Мы сделали Это Дважды Возможно Я позже Убью Архонт И еще не Распланировал Свой день А все Остальное Дело Техники Звучит Примерно Так Как Если бы Ты сказал Что Для победы В войне Надо Просто Собирать Армию Побольше Да Просчитать Маневры Получше Ну и Знать Что должно Быть Сделано И сделать Это И вот Где-то Здесь Приходит Тонкая Линия Между Легендой Изобвинем Давай Включаемся Убираю Пока Танка Но это Временное Пристанище Для Ландри 14 уровень Ё-моё Так А есть ли У него Реально Какой-то Дополнительный Книгачей Навык Возможно Книгачей Нет Это Вроде Древние Знания Может Нет Это Ячейки Заклинания Вряд ли У него В способностях Какие-то Обилки Позволяющие Квестовые Вещи Открывать Инструктор Владыка Знаний Знания О да У него Знания 10-20-30 Тоже Неплохо Хитроумие Ну поехали Пока не буду Его прокачивать Просто Мне нужно Вернуться В Как Сюда Я не могу Вернуться Ладно Давай В распутье Литья Способности Говорят Голос Прошлого Способности Голос Прошлого А может Нет Это Комбы Солнечное Копье В способностях В способностях Вторая ветка Вторая строка Раздел Книгачей Голос Прошлого Способность Читать Древние Тексты Вот что Нужно было Взять Ладно Поехали Любопытно Конечно Вторая Не третья Да просто В прошлый раз Говорили Что Не считая Первую Я начал Смотреть Причи Забить Оправдываюсь Опять Всем добрый Вечер У нас У нас Тима Жива Тима Пока Жива Двигается Вперед Одолели Мы Провели Пару Опасных Боев Так Тут Надо еще Справа Квест Сдать Можно Попутно Не Подождите У меня Опыт Не будет Прибавляться Ой Может быть Стоило Тогда Взять Ту Подругу Ну Я имею Ввиду Чтобы Ей Опыт Сейчас За Всякие Там Убийства Возможные Ловушки Может Тоже Приходить Ну Ладно Забьем Сейчас Мы Проведем Ландри Возможно Он подскажет Как там Пооткрывать Двери Поизучает Что на стенах Начертану Плюс У нас Еще Появилась Четвертая Вот Эта Рунка Которая Позволит Во-первых Здесь Справа Есть Ничто Нет Не то Проведу Его Здесь Вокруг Там Прямо На стенах Было Здесь Мало Вероятно Что Что-то Будет А Вот Как Поднимемся На уровень Выше Вот Там Оно Будет Да Проверил Я Таньячок На карте Айден Сто раз Мимо него Пробегали Там Дрова У меня Дрова Сейчас Четыре Я не могу Ничего Сделать С этим Так Вот Нет Тоже Ничего Вот Это Знак Лантре Точно Прочитает Вот Эту Дверь Надо Попытаться Открыть Опа Ц Сагрили Надеюсь После Этого Просто Пацаны Вернутся Ой Как Непривычно Когда Исчезли И этот Упырь Появился А на кедайку За счету Свою Молодец Ты давай Вот Вот Так Сразу Комбим Ты Вот Так Вот Защита Пошли На Себя Хил На Будущее Простреливаем Убиваем Нифига Не Убиваем Довольно Замедление Они еще сместились Таким образом Что Он крутится Как Ну у лантре Кстати хорош Он Просто 14 Левела Его тут Вообще Особенно Никто Не трогает Че стоим Кого ждем Ребята Ну Я же Просил Лантре Тоже Подтупливают Слегонца У нее Заклинание Видеть Тоже Неактуально Абсолютно Не проблем О Меже Фуга Может Минус Один И мелкий Остается Огонечек Лисп Видимо В английском Вариате Просто с руки Его добиваем Не тратим Время Главное Чтобы дверь А вот Дверь Сейчас откроется Смотрите Появилась Появилась Вторая кнопка Активная То есть я не мог Ее никак открыть Пока у меня не было Пока у меня не было Той руны Которую я У Главного Злодея Здесь Забрал А сейчас Есть Заходим Аккуратно Могут быть ловушки Так Схрон Опа Лунный камень Деньги Деньги Гланс О И рунку Можно исследовать Так Так Это тоже Хавчик Берем И берем Лантри Который Вот этот Штрих Или там Сигил Изучает Нисхождение Хаоса Нисхождение Хаоса Новое Выражение Плюс 100 О Повелителю Огня Нисхождение Хаоса Еошки Матрешки Только Одно Выражение Ставишь Сразу Тебе Сто Знаний нужно для того, чтобы это хотя бы скастовать. Вызывает падение горячих метеоритов по всему полю боя. Метеориты при попадании наносят огненный или дробящий урон в зависимости от того, какой будет эффективнее. Прикольно. Прикольно, прикольно. А можно его еще скомбинировать? Ох, вообще. Но это точно надо ставить. Я буду избавляться от этих пассивных заклинаний. Точность мне не нужна. Что по урону? 22, 29, 23, 31, 130 знаний. Радиус 2,5 метра. Это провал. 3, 3, 2. А, нет. Радиус 6,7 метров. Уплаз действия еще у каждого сплэш есть. То есть 6 метров. Рейндж... Ауэд хороший. Поэтому надо закидывать максимум урона. Не обязательно делать это с заморозкой. Хотя заморозка, волшебный огонь это периодика. И контроль. Может так уместимся? Хрен нас два. Не хватает двух знаний. Ладно, тогда... Тогда что? Рейндж не нужен. Точность не нужна. Сокращение кд. Так себе. А больше нечего. Назначаем. Я повелитель огня. Другие... Ну, может, на самом деле, Атли что-то... Ну, поставить себе тоже такой метеорчик на... Вместо чего? Даже... Там могильный не хочется. А, стоп! Она же может могильный свой. Может, сочетается тоже. Нет. С могильным не сочетается. А молнии тоже есть. Вот это хорошо. Может, грозу еще какую-нибудь сделаем. Например, вместо... Неоспламенения. Редко я им пользуюсь. Потому что он ограничен по рейнджу. Попробуем... Соточка. Создает огромное грозовое облако. Ну, то же самое. Только в молнии. Молниями. Только без дробящего урона. И урон базовый выше. Базовый урон выше. И комбинировать его нельзя. Ну, тогда я максимум урона. 30-40. И получается все, да? Не, я могу точно стапнуть, кстати. 145. Это просто потенциальный урон. Потенциальный крит может... Все, поменяли. Грозу. Можно бафаться, крафтить заклинания. Есть грипп на 20 знаний. После спадания заклинания останутся. А, ну да. Кстати, есть такая тема. Но я же не арбузер. Правильно? Я человек скромный. Беру им бумагов, выигрываю. Так, здесь еще один штрих есть. Который лантри должен изучить. На... Да, циклических энергий. Видно было по начертанию, что это сокращение этого перезарядки. Третьего уровня. И сюда мы ставим... Да ладно, не ставим! Не откроется эта хрень. Нужен другой светоключ. Так, давай-ка я везде новый попробую вылепить. Новый это фиолетовый, правильно? Нет, новый это зеленый. Зеленого не было у меня. Ладно, возвращаемся назад. Черт. Не откроете эту дверь. Прочитающий сидел. У тебя в инвентаре еще один есть. Да, кстати, взял там тоже, который мне передали в шпиле. Надо не забыть про него. Прицельный дождь. Область действия меньше, но на снарядов больше. И оно получается под эту же... Да. Ё-моё. Радиус уменьшает вдвое, но количество снарядов увеличивает на 50%. То есть при... Ну, знаний. Он стоит плюс 25 знаний. Это... Хотя точечно, можно как раз вместо точности. Может мы поместимся? Куда там? 7 знаний еще нужно. Надо запомнить. Это очень хороший вариант изменения количества наносимого урона. Здесь, скорее всего, тоже я не смогу знак поменять никак. Дверь не открыть. Ну, видите, тоже кристалл не алло. Видимо, сюда надо будет вернуться сейчас какое-то время, потому что... О, появилась кнопка. Как я ее пропустил? Может, на их прошлый раз была? Еще один сидел, я вижу. Опа, стоп. Хорош. Сразу раз. Сразу два. Вы не поверите, сразу три. И вот так вот еще. Защита пошла. Замедление пошло. Фуга пошла. Все молодцы. Кстати, можно проверить, что с нового заклинания. Как раз... Огненные снаряды. Ой, какое АУЕ. И стопроцентное попадание. Давай, Бобер. Давай, давай. Работаем. Пошли к вставать. Вот она. Ну. Пыщ, пыщ. АУЕ у него дикий. Вообще, многое в молоко идет. Поэтому надо концентрировать, на самом деле. Потому что, ну, это рандом такой. Либо увеличивать АУЕ каждому через... Через увеличение радиуса сплэшек от каждого... Ну, вы понимаете, в общем. Либо в одной из двух. Давай молнию проверим тогда уж. Ну, будет тоже самое с клипом... Десять раз. своим трубит хрен попадешь реально давайте сделаем лучше лучше два раза меньше ауену больше урона и соответственно мы еще в точности выиграли что самое наверное главное за таким наблюдать это души раздирающие зрелище вместо повышенного урона пока что вместо дополнительной точности пока что увеличим концентрацию раз а в бою какую бою все уже все умерли давай раз убираем пока 2 убираем добавляем концентрации 125 можно сделать увеличение урона еще и на этом пока остановиться аналогично сделать с огнем а тут перезарядочка еще увеличиваем концентрацию с 9 снарядов до 14 плюс 5 просто снарядов хоп и может кстати уложимся по почти почти но нет 145 давай-ка теперь будет и больше и точнее что самое главное изучаем руну сигил силы 4 4 сразу мне штрих его нет я третий где-то пропустил офигеть штрих который увеличивает силу заклинания вот это штрих вот это штрих я наверное убираю в точности убираю и все в угоду и так помещается он не такой дорогой на самом деле хотя двадцатка это эти на 10 но тут урон прям колоссально возрастает потому что через один уровень мы прыгаем шаровая молния шаровая молния точность вроде бы не нужна расстояние там дистанция рикошета еще а рикошет это у нас что видимо от стенок отскакивает еще давай ладно вот так так получается хорошо далее оплетающая пламя вот этот мне они это плита еще памят хорошо убираем длительность ставим надо будет поставить на 150 электрошок электрошок больше на контроль конечно же огненный шар конечно же помещается все очень сильно часа заклинание ну их эффективность повышается прямо прямо вот я чувствую как она повышается раз и жалко знание не хватает она вы вспышка пламени 4 метра нет лучше длительность поменьше раньше побольше тут тоже не помещается урон 175 знаний нужно чтобы повысить а тут давай так неплохо неплохо а и вы выпрыгивает упыри стоило этого ожидать конечно же сейчас проверим как изменили заклинание здесь можно накидать сразу на ибо они будут ходовыми накидаем их сюда он не такой плохой рейндж как у как у фаербола того же самого на них скорее огонь 40 40 40 48 30 это бешеное заклинание бешеное сейчас правда привезти пульс а неуязвимый я уже думал сейчас сейчас посмотрим как 2 2 работать но это мне больше нравится потому что кучность ведь какая хорошая и у зарядов больше значительно получается поэтому поэтому да хорошо что элантри сюда пришел и всегда хотел спросить какая любимая серии трансляции ох больше всего мне эмоции доставил x-com 1 новый 1 не знаю какое именно прохождение но вот времена зарождения дмитрия михайлова наверное это было уже один стоп топ-3 точно серия самую лучшую сложную вместо других во первых вспомнит все серии а их было было нормально попробуем потыкать и вот сюда хотите хочется зайти но я не могу этого сделать вы судя по всему никак просто никак сейчас нужно какой-то знак попробуем этот поставить тоже привал жалко тут говорят лук хороший блин был есть точнее я его пропускаю ночи с наверно приобрету деньги есть герои 3d спейс над спейс все-таки нет герои 3 в смысле этот прогон они просто герои 3 тогда возможно возможно тоже в тройке ну точно в пятерке так здесь я все общее исследовал надо перебраться на другую сторону как же кайт доминаторов космических рейнджерах тоже было классно конечно космические рейнджер они да неплохо было весьма возвращаясь в пиль заката беру беру нашего танка замечательного раздену предварительно этого упыря мы получили с другой стороны довольно много этих штрихов сиделов новых и это это просто прекрасно так чем он вообще мне может чем не может сыр у него забираем зелья какие-то забираем одет он как бомж извините конечно и мы его с легкостью меняем чуть-чуть не хватает серен увы до 13 13 повторюсь там будет просто колоссальный об колоссальный а марафон диабло 3 кстати это это тоже в пятерке вы что это такая серия была она не очень долго это дни 8 но там такие были эмоции такая игра замечательная на первое прохождение и такая party классную да сейчас последнее время вы все активнее активнее начинаете нарезать там гифки там моменты всякие и микс я уже говорил об этом что к следующему марафону подготовим функцию клипов и аспирант будет нарезать наиболее ну и вам будет удобно нарезать и кому-то там делать какие-то подборки там конвертировать в гифки или в кубы не знаю и будут делаться подборочки по по интересным моментам еженедельные во время стрим марафона по крайней мере если зайдет и будем продолжать каждую неделю в принципе нарезать и тогда будет значительно проще в памяти освежать то что было ну типа хайлайтов короче говоря так что я хочу тут дофига на самом деле квестов во первых вы помогли гарику покинуть поговорите с луарой в кузне то есть мы для начала заходим в кузню хотя может где она сначала зайдем в кузне бы сразу продать всякую лабуду и начать копить средства на затарку местных торговцев сюда мне нужна помощь давай вершитель да я кричит мне нужна твоя помощь это ужасно и и голос надламывается она вытирает рукой слезы с глаз моя жена мертва девушка говорит на это нормально она опускает лицо в ладони и всхлипывает бедная федра она снимает руки и смотрит на вас полыхающим яростным огнем полыхающими яростным огнем глазами я убил кто-то из бронзового братства нельзя допустить чтобы это им сошло с рук я требую правосудия решить вершитель судим знание 57 мне показалось вчера ты не очень была рада ее компании вы получили ага то есть ты почему-то решил что знаешь мои чувства если я не не виляю хвостом перед ней то я ее не люблю если я не улыбаюсь и не млею когда она говорит то я несчастлива так как ты смеешь она прикрывает глаза рукой и всхлипывает не верю не верю ты потерял любимого человека вставая очередь если тебе все равно и ты не будешь помогать то уходи вспоминается котик который показывает вязать на направлении желаю тебе страдать так же как и я не ну поговорим давай ладно чего ты сразу сочувствую твою тратину идет война и на ней гибнут люди ты потерял мать на войне а может видел как отца заставляют рыть себе могилу она плюет у вас отлично пришел квест взял плевали унизили а ты все возвращался и возвращался все теряют что-то на войне но не так много в моем случае но я просто люблю оставаться на стороне победителей но дело не в этом если ты потеряла что-то то это не делаете по какой-то особенный среди остальных крестьян теперь тебе полегчало не убил один из тех головорезов я ничего не могла сделать чтобы остановить ладно короче давай убийцу ожерелье она подносит руку к шее касаясь голой кожи она носила это ожерелье чтобы что мне с голосом который я ей дала когда он она начинает рыдать знание 31 это был молодой мужчина ее голос дрожит от всклипов сандро она шепчет это имя снизив тон он убил ее и забрала жерелье я была парализована я застыла просто и просто смотрела лжесвидетельство может привести к новым смертям ты уверена что это был именно сандра не какой-нибудь другой наемник братства оп конечно уверена я бы узнала сандра где угодно злость ее в голосе нарастает они с федрой когда-то дружили но поссорились несколько лет назад из-за какой-то чепухи какой интересный квест должно быть он все еще зол на нее думаю он взял ожерелье в качестве сувенира ты же знаешь как заведено этих отмороженных наемников я вернусь короче убей сандра прошу тебя принеси ожерелье сама мысль о том что эти подонки его что эти подонки его трогают своими грязными лапами его ее же ты не должен позволить ему остаться безнаказанным логово братства где-то в двуречи когда переводили просто на русский язык видимо русские люди они видимо не разобрались что все-таки она ищет подружку которую увел сандра и надо убить сандра и и трогают вон вон поехали вот квест изи квест изи вин здравствуйте месть вдовы о что-то можешь мне сказать от джино я бы рассказал вам что угодно если бы что-то знал покажи что продаешь а жерель его то есть ее беспокоит что она трет он трогает ее ожерелье его ожерелье то гарик ты ли это привет спасибо что спас меня из этого ужасного места до сандра из героев кстати сразу вспоминается в чем проблема чем-то занимаешься уйти ой здравствуй ты вернулся луара поворачивается к вам с головы до пятой смазанные угольно черными пятнами на тяжело дышать напряженной работы на железо всегда больше спроса чем часов в сутках она снимает пару холщовых рукавиц и разминает руки суставы и пальцев хрустят в унисон ты сделал хорошее дело вершитель захват ждение поставил нас в сложное положение мы обязаны проделать продолжать нашу работу несмотря ни на что но многие в кузне хотели опускать свои молоты на черепа солдата в братство а не на железо я нашел гаррика я уже поговорила с ним этот мелкий подли задумал что сможет найти редкий металла в старых стенах да то что он вернулся живым гораздо удивительнее того что он что он мог бы там найти спасибо за труды вершитель ты заслуживаешь по меньшей мере награды так и эл диан говорил что тебе понадобится помощь ловила получил вы потеряли предмет помятый доспех получил свиток материальные силы какие-то сигил сигил получил вообще-то да этот выредок рэд амон сильный из испоганил поселение вдруг я его выполнил уже кое-что доспех там помните нашел может быть она мне должна была дать этот квест до этого он не только захватил главу нашей гильдии но и убил нескольких моих помощников набьет кулаком по стоящему рядом столу с которого сваливается несколько инструментов как бы мне не хотелось лично выследить этого ублюдка мой долг вынуждает меня оставаться здесь и выполнять наши обязательства перед армиями я собиралась отправить кого-то из моих людей чтобы разобрать хоть часть разобраться хоть частью проблем но теперь у нас едва хватает рук чтобы поддерживать эти огни если у тебя есть на это время мне бы очень пригодилась твоя помощь спрашат по пропавшей посылкой и расскажи она поднимает бровь не указано какую наша последняя поставка железа была маловато бронзовое братство годами нападает а наши караваны хоть им и нет проку от руды они атакуют наших носильщиков просто назло она мрачнее наверное не следовало бы мне это говорить но если ты будешь мне помогать то заслуживаешь знать все да в этой посылке нам отправляли очень важное оружие нам нужно починить его и вернуть обратно солдатам нападение произошло недалеко отсюда на переходе беглеца думаю что они лишь убили наших носильщиков забрали их провизию и мне зачем тащить груду камней обратно в лагерь и я не думаю что они знали что там было за оружие что там было что там было оружие по крайней мере надеюсь на это она задумчиво подчесывает подбородок наш человек должен был пройти пройти в густые леса переходы беглеца мы не знаем каким именно маршрутом он отправился наши носильщики часто меняют дорогу чтобы избежать встречи с бандитами мы там и там вроде были я знаю что от моей информации пользы немного я знаю этот район где действует братство хорошо понятно нет видимо не знаю новый уровень и а 13 и две песни смотрите можно две песни выбирать да это такая имба сейчас начнется просто найти пропавшую посылку класс так ну что мы увеличиваем тебе либо так либо хп еще не поздно по хп двинуть вверх да давай компромиссный такой вариант все а теперь двойная вокализация есть здесь я иду в сторону плюс доступные ячейки заклинаний по крайней мере двум ну трем получается мага здесь я забил на арию кошмаров как раз ради того чтобы бонусный опыт еще и этот но надо было по другому конечно прокачать и на старте нужно было до сюда докачать а потом вниз сюда идти по 50 к защите при выходе из боя неплохо для танка это дыхание не хочу медленный темп тоже короче делаем увеличиваем защиту при выходе из боя нужно будет что-то из этих двух потом выбрать чтобы добраться до последнего и выбираем внимательно песню во-первых вершитель победы это великолепный баф к скорости кулдауну к точности к здоровью там меткость и второй вопрос это ну вообще опять же мы идем по ярусам точность хорошо мне нравится пока контроль вот этот вот но он только ради 1 1 1 станция хотя замедление есть у меня через посох да давайте два последних бафа собственно этот и этот этот и этот да мы идем по ярусам все две замечательные песни поет один человек одновременно ария кошмаров имба да но там нужно чтобы до нее добраться нужно 5 или 4 навыка еще потратить а если я получу два дополнительных заклинаний представь что маги будут творить они и так уже накручивают будут к вставать нон-стоп у нас сейчас где-то 3-4 квесты есть именно вот в этой локации только не поторговал давай с этому сбагрим ой 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 столько денег и это еще не все давай атлантре и тоже избавимся господи сколько бабла я принес а сколько я принес бабла еще можно скинуть наверняка да с инвентаря некоторые вещи да это тоже не нужно это тоже не нужно слушать я действительно могу фуе взять тот лук потому что у меня есть обилка я могу в на маленьком ржей работать по ауе хотя кайте тогда не получится будет неудобно падать она часто по одной цели только работает из-за того что отступает ладно денег очень много как прям учебайся так вернусь когда закончу хорошо что еще по 3 3 квеста найти посылку сандра найти в двуречи и узнать в городе кто распространяет слухи а а джо сейчас пробегусь по тем кто просто стоит улыбается можно кстати сходить к диану ну к этому старому старшему здесь опытному товарищу он же он же тут про всех всё знает как говорил жаба мне души конечно напать Как же две песни сейчас зайдут, классно Там, ну там не Диан, а еще слог перед этим есть, я не помню, как он Сейчас увидим Эл Диан Пусть тишину и спокойствие нарушает только звон колец и твои в твоих карманах Вот, что ты знаешь о Джейно До тебя тоже дошли слухи? Не стоит обращать на них внимания, вершитель Кажется, все думают, что он убил тех рыбаков, но они исчезли раньше, чем... Это не про ту историю Легче ненавидеть то зло, что якобы у нас перед носом, чем то, что избегает взгляда Да, он нам не поможет А нет, примечание-то есть в подозреваемых Похоже, Эл Диан старосты деревни не верят в то, что другие поселенцы говорят о Джейно Они считают, что он связан с исчезновением других рыбаков несколько месяцев назад Но Эл Диан лично знает, что на самом деле тут замешаны бичеватели из старых стен Оказывается Впрочем, у него нет никаких доказательств, чтобы полностью оправдать Джина Бичеватели Из старых стен Там уже этих бичевателей-то не осталось Можно что-нибудь дорогое построить в шпиле Кстати, да, можно в шпиле, по крайней мере в первом, тоже отгрохать что-нибудь хорошее Сейчас посмотрим, что доступно, деньги есть Один из очевидных минусов игры, который вот вылазит, это долгие загрузки между локом То есть, почему, зачем Что я хотел Ну, бас Да, шпиль Тут я уже не могу никого нанять в этом шпиле А вот здесь стоит исследование свитков Магические свитки Волшебный посох лесом Волшебный посох лесом Кукла, мастер, который обучает управление огнем и эмоциями Это раз Еще два вакантных места из трех Редкие, магические Давай ног все хитро умею Да, лук надо взять Ладно, надо взять лук Деньги на лук есть С запасом И, может быть, стоит посмотреть все-таки Так, на самом деле мало чего Кто сказал тебе А кто сказал тебе, что Джин договорился с властями Кажется, Хейлина Возможно, она знает больше Окей Может, поторгуем? Покажи, что продаешь Интересует щит Нет, у нее вообще ничего нет Можно затариться Зельями А у меня же льда нет Насколько я понимаю Хотя нет, есть Или нет Молния Огонь Комбинированный У меня есть А льда, мне кажется, не было Это как вообще? Да Вот он лед Покупаешь новую стихию И тебе сразу Пять потенциальных заклинаний Но это, скорее всего, холодная хватка Какая-нибудь, да Ледяная хватка Заморозочка Интересует, во-первых Направленное воздействие На линии заморозка, да И дебаф интересует Противники, время восстановления Избивание с ног Хороший контроль Очень хороший контроль Причем он пульсирует раз в 6 секунд Дважды, получается Мне пока некуда ставить Но Он дорогой, как я не знаю что И со льдом у меня никто не алел Но его тоже можно прокачать Так, следующий торговец Что можно сказать? Его обвинили в том, что он убил конкурентов Но это ни к чему не привело Ему все равно разрешают продавать товары Скажи, что продаешь Вот он, лук Неустанность Смотрим Больше точности Быстрее стреляет Меньше расстояние Нет пробивания брони Но я думаю его купить просто А, и ДПС пониже Но он по трем целям бьет Вот в чем суть его Запускает несколько снарядов Три снаряда Я могу переключать луки В зависимости от потребностей Нет, там хил можно конечно обновить Но он реально крайне редко используется Во-первых А во-вторых он Ну хотя 5% можно выиграть Да Здесь тоже можно обновить Я думаю хил Вот на такой вот 100 знаний Половину хп восстанавливает Так и тебе бы тоже обновить Наверное Рейндж пока уберу Да, классно Все, ставим фуги Новый лучок Да, урон меньше Но зато Точность подросла И скорость подросла И по трем целям стреляет То есть я скорее всего буду Реально менять лук В зависимости от обстоятельств Плюс у фуги Кстати еще появилась обилка Не забываем Я для себя говорю Не забываем Потому что Я вообще легко забываю Такие вещи Хэдшотик Который парализует противника Какая компашка У нас собралась Классно Повелитель огня И три девчонки Класс Так, а куда мне нужно? Там вроде двуречий было Погоди Месть вдовы Александр может найти В двуречий Окей Там уже все зачищено Поэтому Проблем никаких Меня очень радует Сейчас Второй голос Появился Там классная аура Новые предметы С деньгами решили вопросы Найти Сандра Окей Мне кажется Он в правой части Будет Там вот стоять Что там кроме лута И врагов Ничего не было По квесту Опять же нужно Наверх-лево Заходить Вряд ли он Он будет здесь Где-то Поблизости А вот Право-низ Это А, или вот Например В этом лагере Я все равно Все пробегу По пути А, вон Да, наверху Там драгоценные Камни были В свое время У Фоги Два свободных Быстрых Зачем заменять? Я не пользовался Тем С пылом Вообще Не подходи Я вооружен Говорит Сандра Взмокший от пота Человек в кожаных доспехах Таращится на вас И слегка расслабляется Разглядев ваше лицо Прошу Оставь меня в покое Я болен И надо меня трогать Не хочу Сейчас ни с кем говорить По-моему Он пускает взгляд На свою одежду Ох Это Я не настоящий Солдат братства Только так Я мог выбраться Из распутия Литяна с живым Дэя пыталась Меня найти Я подумал Что лучше Всего выдать Себя за наемника Братства И последовать за ними Я нашел Мертвого брата Надел его доспех Мне некогда было Разбираться Как правильно Все надеть Все сработало Достаточно успешно И я оказался здесь Я знаю Что ты убил Жену Дэя Что? Да ты смеешься Я бы никогда Он шевелит губами Но с них больше Не срывается ни звук Он пятится Ну понятно Она его спутала С братом Короче говоря Это ложь Взгляд мечется по сторонам В поисках пути для бегства Хитроумие атлетикам Переградить путь Не, хитроумие Расскажи мне Что ты сделал Сандра Клянусь Я больше никому не скажу Дешево Пусть поразит меня Кайрос Если я лгу Он весь дрожит Самым жалким видом Не убивал я Федро Это все Она Это Дэя Хотя нет Это речь о Федре Я уже запутался Вы знаете какой Внимательный В плане прохождения квестов Прошу меня извинить Да я говорил Что ты член братства И что Что ты убил Но это понятно Ты видел Как погибла Федра Вот Да разве такое забудешь И стараться бесполезно Он трет глаза Вздрагивая всем телом Это все Дэя Я видел Как она прикончила Свою жену Он делает Несколько глубоких вдохов Четно Четно пытаясь Совладать с паникой Во время прошлого налета Это случилось Когда бандиты напали Но этому чуваку Естественно я верю Та притворщица Плюс у них были конфликтами Почему на тебе ожерели Федра Вот это Он касается Простого бирезового кулона На шее Оно мое Федра купила Федра купила его Все Теперь у меня в голове Наконец встало Все на свои места Нак это какое-то время Фума говорит Ламповая все-таки Градом нуждала Чего-то такого От тебя На стриме Хорошо что нравится Спасибо тебе Что Что смотришь Сандра выглядит растерянным Тебя Тебе Дэя сказала Что это ожерелье Федры Что за бред А ожерелье это символ Нашей с Федрой дружбы А дай ожерелье мне Я обману Дэя Получили ожерелье Он недоверчиво Косится на вас Сначала Она меня оболгала А теперь я еще Без ожерелья останусь Того что мне подарила Федра Он Берет бирезовое украшение Какое-то время Вертит в руках Ладно Забирай Если это поможет Призвать Дэю к ответу То я готов заплатить Такую цену Изи Не могу это сделать Да Сейчас обновился Просто квест Было Поговорить с Андрой Не выполнили Изи Возвращаемся Выводим на чистую воду А потом идем Выполнять квест По Пропавшим По Пропавшему Оружию В это время Там наемники В работники Приходят В шпиль А сражение С этим Оказалось Простым Вы видели Что мы с ним Сделали Бах 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 Вообще Оглушен Сбит Заморожен Замедлен В полный фокус Он только два раза Успел вызвать Своих адов Было несложно Сразу на второй ярус К этой Убийце Обманщице Надо еще Придумать Ей Наказание Ты Заставил Его Отдать Кровный Долг Голос Дэй Дрожит Как Измотанное Рыдание Метело То Убила Свою Жену И пыталась Подставить Сандра Поехали Как ты Смеешь Обвинять Ее Заплаканные Глаза Расширяются От удивления Это Такая Нелепица Что Я даже Не могу Она Обхватывает Голову Голову Руками Завывает Это Нелепо Я не могла Удивление На лице Дэй Почти Мгновенно Сменяется Непроницаемость Он Скрещивает Руки На груди И улыбается Да Ладно Твою ж Мать Думала У меня Получится Уйти От наказания Она Опускает Взгляд Нельзя Обвинить Меня В том Что Я Пыталась На ее Губах Появляется Лукавая Улыбка Знаешь Вершитель Федора Больше Нет И я Унаследовала Все Что У нее Было Может Я могу Предложить Тебе Что Чтобы Ты Решила Оставить Все Как Есть Атлетик Раз Изи 106 Опыта Если Колец Недостаточно Уверенно Я смогу Убедить Большинство Торговцев В городе Дать Тебе Скидку Скованных Гордом Гордом И Арчи Арчиандра Бонзом Мне не Перебедить Но думаю Что Остальные Согласятся Мне Неинтересно Я Уже Все Хотя А Я могу Ее Убить Не Надо Убить Какая Досада Она Быстро Подносит Руку Куху Вытягивает Из волос Длинную Тонкую Шпильку Выставив Импровизированное Оружие Она бросается На нас Умри Да Ладно Реально Папа Она Полезна А Там Две Песни Поешь Эй А Почему Надо Надо было Ее Как-то Особо Изощренно Убить Молними Вот так Давай Спокойно Так Прохаживаются Ну и Лутецкий Ожерелье Кстати К Искусности Единичка Искусности Для Мага Искусность Я вместо огня Наверное Сигила Огня Управлению Огнем Возьму Потому что Это мне Апнет Все На 5% Весь урон Искусность 20 А Это Смекалка А не искусность Что же я Искусность Это Точность Неправильно Делаешь Неправильно Это Нужно Этой Подруге Хитроумие Десяточку Наверное Я уберу Пока Плюс 5 Точности Еще Ну и Парирование Немножко Увеличивается Что там Я еще Оставил Беру Так Далее Это Общий Квест Пропажа Находки Вернуться Бледную Марку Это Основной Квест Найти Пропавшую Посылку Переход Беглеца Меня Интересует Дальше Быстрого Путешествия Отсюда Нет Мне Надо Сюда Пробежать Сейчас Тебя Еще В убийстве Мириан Обвинят Да Нет Вы Что Я Ж Ну Да Можно Было Нейтрализовать Ох Стоп У меня Обилки С Скованной Гордом Появились 20 К броне На 15 Секунд Офигеть Элементальная Защита Есть Очень Хорошая Урона Урона Ближнего Ближнего Боя Плюс 3% Тут Столько Всяких Бафов Обилок И Все Завязано На Отношении Тут Прям Можно Я думаю Очень Грамотно Проходить Если Вчитываться Если Правильно Все При Еще Отображать Изменения Репутации И думать Перед тем Как Делать Это Прям Переход Беглеца Мне Нужен Правильно Да Да Вообще Она Сама Напала Она Вытащила Оружие Пошла Но Отношение Все Разменилось Изменилось Так Тут Локация Все Зачищена Вопрос Где Он Находится Я думаю Что Слева Помните Там Были Трупы Была Ловушка И Больше И Два Человека Нет Не Здесь Пока Ты Квест Не Получил Он Собственно Не Появляется Была Подруга Другой Квест Тут Замес Был 4 На 4 Тут Олени Схрон Который Я уже Шерстил Хотя Нет Это Что Агента Да Я Я взял Но Только Нет Ну И осталось То Вот Вот Он Что Это Такое Посылка Беру Эй Ты Там Думал Я Труп Да Думал Можешь В ящиках Волю Пошарить У меня Был Груз Для Скованных Горном Но Теперь Вряд Ли Я Его До Места Довезу Что Случилось Мой Путь Вел Через Переход Беглеца Совсем Недолгий Был Привал И Тут Оба На Клинок Спину Кто Или Что Это Было Черт Его Знает Сдается Мне Свой Долг Я Выполнить Не Смогу Послушай Этот Груз Он Принадлежит Скованным Горном Сделай Такое Должение Доставь Это Им Не Бери Себе Темные Времена Настали Людям В распуте Литяны Нужна Помощь Доставишь Им Это Доставлю Изи Он Хватается За край Сломанной Телеги Подтягивается Вверх Чтобы Его Лицо Было Вровень С Вашим Хорошо Сделай Это Быстро Ты Должен Ты Должен Он Откашливает Густые Густые Сгустки Крови На землю Проклятие Не думал Что Меня Ждет Такой Конец Он Опускает Телегу И Снова Приваливается К ней Сильно Ударившись Об землю Старик Издает Измученный Хриплый Вздох Через Несколько Мгновений Он Затихает О Лут Выносливость Вот Не Изи Квесты Такие Быстро Штампуем Штампуем Просто Шук 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 Надо Только Еще Выполнить Квест В Непосредственном Распуте Литяны По Этому Торговцам Здравомысли Удел Слабых Ну Просто Если Во-первых Надо Опцию Поставить Чтобы Смотреть Изменения В рейтинге Или Там Я Просто На него Внимание Не Обращаю Во-вторых Перед тем Как Отвечать Нужно Смотреть Текущее Отношение Понимать Что тебе Нужно То есть В какую Сторону Двигать Мы Вновь В кузню Идем Я уже Столько Протопал Пробегал Здесь По Этому Распутю Литяну Начиная С первого Знакомства Когда тут Только Алый Хор Еще Был И Вырезание Потом Потом Много Шпиль Собственно Первый Ярус Две Новые Локации Так Ну что Я выполнил Квест Ты вернулся Лара Поворачивается К вам Да Это Был уже Я Нашел Для себя Пропавшую Партию Оружия Отряд Получает Латные Перчатки Спасибо Что Отыскал Наше Пропавшее Оружие Повелитель Огня Она Испускает Вздох Облегчение Из-за недостатка материалов Нам чуть не пришлось Отложить работу На целый день А проверять Что будет Если мы не выполним Норму Не хочется А если бы мы Еще не нашли Это оружие Кто знает Что бы с нами Сделали Нам нужно Все починить И передать В хорошие руки Она пытается Не Принужденно Засмеяться Но у нее Не выходит Так Вот они Перчаточки Броня И все Да Танку Что под танку Броня Больше Рубище Электрическое Меньше Но Рубище Электрическое У меня и так Высокое Разгидающий Магически Просаживается Восновление Практически Не Меняется Короче Выравниваем Резисты Хотя Стоп Вообщем Пропадает Резисты К молниям Ой К этому Ааа Там 4-5 Еще Нет Текущие Перчатки Лучше Эти от холода Не защищают Вообще Хотя У этих Общая Броня Больше И магия Будет Выше Рубище На двойку Молния На двойку А И огонь Еще Исчезает Не Да Ну Нафиг Я Не знаю По какому Пути Пойду Хор Опальные Анархии Это Так Сейчас Попробуем Квест Выполнить Последний Третий Внутри Распутили Тианы Если Поблизости Не будет Я наверное Его Отложу Если Очевидного Решения Не будет И пойду Дальше На встречу С Бледеном Марком Сейчас Почитаем Что По дневнику У нас В результате С торговцами Поговорили С тем Поговорили Подозреваемый Поговорите С Хелиной С Хелиной Привязаться К источнику Слухов Хелина Кажется Вот здесь Торговка Хелина 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 Да Это она Здравствуйте Добрый день Мой друг Могу ли я Предложить Свои товары Что ты знаешь О Джино Джино Зачем вам нужен Этот негодяй Она пожимает Печами Один человек Который Своими глазами Видел тела Сказал мне Что Джино Убил Других Рыбаков В районе Деревни Чтобы получить Преимущество В своем деле И что он Заплатил Армию Окупантов Чтобы они Закрыли На это Глаза Кто Видел Тела Младший Брат Джино Алаган Он Сказал мне Про тела Он Рассказывает Всем Про это В надежде Что в селе Не появится Человек Который Что-то С этим Сделает Окей Так Подозреваемый Ну Соответственно Нужно с братом Поговорить Я не знаю Где он Вы обнаружили Уже что видел Целяют людей Хочет знать Об этом Возможно Скажет В полной Версии Истории А Поговорить С Джиной Сейчас все равно Задание Хорошо Сейчас Быстренько Закроем Вот Джина Здравствуйте Приветствую Вершитель Ладно Слухи Распространял Алаган Видимо По-другому Мы же не можем С младшим братом Поговорить Правильно Где этот Алаган Джина Багравеет Губы Сжимаются В узкую линию Но зачем Зачем ему Брату Идти против меня Он говорит Что подкупил Солдат Чтобы они Отвернулись Пока ты убивал Каких-то людей Джина Хмурится Еще сильнее Руки Начинают Подрагивать В ярости Погибли На них Напали Только Пустые оболочки Остались У меня нет Причин Никого убивать С какой стати Мне тебе верить Если я тебя Правда не слышал Он застывает В неподвижности Гнев сменяется Неподельным страхом Ну хорошо Он озирается Точно Кто-то ищет Кого-то ищет Поблизости Это были Не погибели Понимаешь Голос понижается До шепота Это были Опальные Они хоронили Таких Бритоголовых Исхорок Которые С посохами Вечно ходят Показать ему карту Где захоронены Трупы Он показывает На точку На вашей карте В двуречье Которые находятся За группой Переросших кустов На юго-западном Крае региона Возможно Если ты найдешь Тела То Да Мы же видели Мы только оттуда Найти тела В двуречье Мы их видели Как раз вот О них я говорил Минут 7 назад Когда мы искали В том же самом Двуречье Это же было Двуречье Да Да Искали По ссылкам То есть Левый Нижний угол Юго-запад Немного Отлучился Пока А Бобромыч Спрашивал По хору и опальным Нет предпочтений Мне ни те Ни те Не импонирует Хотя Нет Подождите Это не то Это реально Двуречье Хранили Наверное Здесь И там Как раз Вот Те Выпрыгнули Точно Да Сходится Все сходится Там и Трупы И Огоньки Были Вот эти Вот Мы всех Поубивали Лут Взяли Но Квеста Там Не было Поэтому Да Скорее Всего Здесь Можно Будет Изучить Трупы Как Сори 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 Серьезно Сори Сори Тела Зарыто В юго-западной Это не тот Это юго-восточная Часть За крупными Кустами Зачем Я пробежал Так далеко Мне вообще Нужно Может сюда Прыгнуть Вообще Я с юго-запада И пришел Жесть Ладно Давай Попроверю Сначала Западная Часть Не Не Прости Не Не Пропустите Опять Южная Часть Сейчас Пойдем На Запад Может быть Там Где Вот здесь Вот Здесь Где Схрончик Был Ну тогда Здесь Кустов Не вижу Правда Не 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 Тела Тела Зары В Юго-западной Части Двуречья За Крупными Кустами Двуречья Стоп Северо-восток Нет Не должно Быть Такое Это Гавня Северо-восток Гавня Северо-восток Да нет Оно должно Быть Просто Доступно Не обязательно Красцы На самом деле Это не Пиларсы Там Яма В Пустой Какая Яма В Пустой В Чем Речь Посчитай Руки На Карте Что А А А А Копаем Под слоем Грязи Вы обнаружите Кучку Костей Обернутых Выслевшие Алые Тряпки Среди Них Валяется Сверкающий Медальон Со Знаком Первичек Крови По отметинам На костях Снуется Ясно Что Это Послушники Были Убиты Железным Оружием Опальных Похоже Кто-то Все же Решил Заняться Тем Чему Не Следовало Чем Не Следовало Похоже Что Вражда Между опальными Алым Хором Длится Гораздо Дольше Чем Нам Казалось Все Теперь Вывести Алогана На чистую Воду Возвращаемся В распуть Телетианы Такое Невнимательное Местами Бываю Вообще Вы Меня Спасаете Ну Это Последний Квест Здесь Влоки Из Из Известных Мне Закроем И Пойдем Воевать Петь Песни В два Голоса ГГЛ Привет Он Кричит Про Фуфа Непонятно Что И что Имеет Ввиду Неадекватно Он Каждый Раз Приходит Говорит Ура Фуфа Почему Так Брат Скорее всего Будет Рядом С Братом Алаган Алаган Очевидно Потрясен Тем Что Видит Вас Воплоти Ввершитель Судеб Он Заикается Как Я Рад Где Сейчас Джина Он Пошел На рыбалку Не хотел Со мной Разговаривать Сказал Что Ему Надо Подумать Он Чешет Руки Ты Ж Ничего Ему Не Говорил Правда Я Знаю Что Ты Разносил Лживые Слухи Про своего брата Алаган Побледнев Начинает Пятиться Откуда Тебе Знать Что Они Неправдивы Я Сам Видел Трупы Это Были Певчих Крови Из Алого Хора И Прикончили Их Опальные Это Была Просто Ошибка Откуда Мне Было Знать Из Хора Они Или Нет У У Меня Выбора Не Было Вершитель Судеб Он Пятится Прошу Тебя Мне Жена Для Что Тут Происходит Говорит Джина Алаган Объединился Сапальными Чтобы Замарать Твое Имя На Ко В глазах Джина Вспыхивает Ледяная Ярость Зачем Алаган После Стольких Лет Почему Крик Его Разносится По всему Поселению Алаган Съеживается У него Подкашиваются Ноги Он С трудом Идерживается Чтобы Не Упасть Отец Всегда Любил Тебя Больше О Боже А Меня Гонял Почем Зря Я Просто Хотел Хоть Раз В Жизни Побыть Главным Лицо Джина Каменеет И только Губы Продолжают Шевелиться И Хватит На Этом Убирайся Прочь Алаган Никогда Больше Не Возвращайся Алаган Селится Что-то Сказать В ответ Но Ничего Не Получается Поникнув Головой Словно Придавленный Непосильным Грузом Он Подхватывает Небольшой Дорожный Мешок И Волоча Ноги Бредет Прочь Спасибо Что Уладил Эту Скверную Историю Со Слухами К сожалению Мое Имя В Распутие Не Значит Ничего Может Как Вершитель Тунана Ты Мог Бы Поговорить С Элдианом И Обелить Мою Репутацию Ничего Не Обещаю Попробую Изи Ой Там Молодые Наши Юные Зрители Пришли Да Арчер Файтер Молодой Ты Неопытный Когда Нибудь Ты Поймешь А пока Просто Бан В чем До конца Стрима Хотя Ладно Пусть Тишину Испокойствие Нарушают Только Звон Колец В твоих Карманах Я надеялся Что Ты Сможешь Очистить Репутацию Джино Я Здесь Стареешь Навершитель Судеб Но Не Диктатор Почему Люди Должны Принимать Ту Или Иную Сторон Без Наличия Доказательств Я Своими Глазами Видел Их Тела Это были Солдаты Алого Хора Которых Забили Насмерть Солдаты Опальных Джино Невиновен В том Что Его Обвиняют Если Действительно Так То Откуда Пошел Этот Слух Аллаган Сговорился С солдатами Опальных Чтобы Сгнать Джино Из Города Потому Что Джино Видел Как Они Закапывают Тела Вершитель Судеб Это Просто Невероятно Спасибо Большое Герсом Ты Поставил Нужды Маленького Слабого Человека Выше Своих Такой Замечательный Человек Как Ты Способен Изменить Ярусы Я Расскажу Купцам И Поселенцам Что На самом Деле Произошло И очищу Доброе Имя Джино Низейшее Почти 13 Почти 12 Класс Надо Знание Апать У той Подруги После Левел Апы Еще Пятерочку Накинуть Все Заклинание Хорош И Прям Ух Ух А сейчас Пойдем По основному Квесту С Бледаным Марком Общаться Алексей 97 Добрый Вечер АКГ Изначально Слуга Весьма Злобные Правительницы Да Да Так и Есть Но мы Уже Столько Всего Наворотили Хорошего Плохого И Предавали Казнили И Миловали Помогали Теперь Убивали Чего Настолько Не было Так Я в Пепельную Глуб С вашим Позволением Тут Свободы Убитый Да Можем Только Уволить Нанять Никого Переписки Нет Заклинания Нет Отношения Квеста Говорим Здравствуйте Вот это Опасный Человек Не надо Подлизываться Нам Рекомендовали В переписочке С ним Нужно Вести Максимально Честно Да Бледен Марк Тебе идет Это Аура Я про шлем Магоборца Конечно От его Железо Пахнет Горящей Погибелью Чудесная Работа Кузнецов Сконов Горном Горном С этим Шлемом Тебе не страшны Старые Стены Хотя Чтобы быть Совершенно Уверенным Мне Наверное Нужно Провести Для тебя Проверку Вот я Просто Перескочу В старые Стены Быстро Там Пробегусь И вернусь Быстрее Чем Ты успеешь Сказать Славься Кайрос Так что Давай Его сюда Малыш Ударить Его В голову Шлем Магоборца Можешь Взять Только Его С моего Трупа Нака Благосклонность Увеличиваете Видите Известность Увеличивается Шлем Магоборца И шлем Прокачался И Бледен Марк Тоже И опыта Дали В этот раз Вам удается Застать Архонта Врасплох Вы наносите ему Звонки Удар Прямо В лицо По твердым Железом Вашего шлема Хрустят кости Из носа Убийца Начинает Хлистать кров Он одновременно Ругается И смеется Ой Гнев увеличивается Ты считаешь Себя Очень остроумным Но советую Тебе не испытывать Сейчас мое терпение Он ждет Скрестив Руки на груди Он хмурится Насмешливо Ухмыляется Но когда становится Очевидно Что вы не отдаете Ему шлем Он внезапно Уступает Ладно Будь маленьким Гаденышем Ради наших Назовем их Рабочими Отношениями Я сделаю вид Что ты все еще Мой любимый Маленький Протеже Думаю Нельзя тебя винить В том Что ты приобрел Кое-какие Из моих Менее достойных Черт характера Так или иначе У нас есть Более важные темы Для обсуждения Лазурный щит Все еще покоится В глубинах Каменного моря Это следующий предмет Не забывай Ты должен Отыскать Бесстрашного В могиле клинков Я знаю Что регенты Аплота Любили собирать сокровищ Думаю Постараюсь Отправились Ага Разумное место Для начала поиска Бронзовый меч Под названием Бесстрашный Вы отмечили щит А зря я Наверное Клинок был рожден Для поля боя И забрал множество Жизни опальных Он давно пропал В последний раз Вы видели в бою За твердыню Часовых Лучше щит взять Появилось Твердынь Часовых Позабочишь Чтобы патрулей И опальных Стало меньше Постараюсь Сбить их с пути Чтобы ты мог Пройти через могилу Клинков Еще есть вопрос А можно я Пойду за этим А их жалко Ладно Спасибо Два лаволапа Отлично Тринадцатый уровень У бобра У бобра У бобра Найти путь К океанскому шпилю В могиле клинков Третий шпиль Продолжительность Воздействий Это раз Навыки Навыки Один проход Стоп А я хотел А вот Вот Усиление хаоса Берем Наконец-то Это последнее Что я выучил В ветке магии Кроме взрыва С случайным уроном Будет еще Случайная Обилка Которая дает контроль Там сон Паралич Ошламление Оглушение И в общем Дальше-дальше-дальше По списку Раз Пик карьеры Дали ачивку У этой подруги Тоже надо Надо ей что-то делать Длительность воздействия Ей не так важна Здоровья у нее Вообще огромное количество Можно сделать Перезарядку Способности Заклинаний И брать Соответственно Продвигаться К вратам Тератуса Выбираем Между двух Пассивочка Один раз Забой Если здоровье Снижается Или длительность Воздействия Пассивочку Берем Ну и еще Нужно будет Взять одну Можем Кстати защиту Магии До 30 Апнуть Это уже будет В следующий раз Класс Класс Открыт Должно было Открыться Новое локо А море Где море Вот он Твердыни часовых Из библиотеки Твердыни часовых Вот видимо Об этом море Шла речь Гавань Повторяюсь Можете с книгачем В библиотеку Сходить На что? На руны посмотреть Ааа В эту библиотеку Мне в любом случае Нужно вернуться По хорошему В шпиль Апнуть Знания Может быть Ну правда Там руны Лоу-лайвельные Уже Маловероятно Что они Хотя нет Даже лоу-лайвельные Руны могут помочь Сейчас возьмем Его с собой Прокачаем Знания Дум А в библиотеке Что? Библиотека Там да Там много Бегать много Не нужно Потому что Там все уже Зачищено А вот Так Кто качает Велос Она скачает Да? Тут изготовление Только Сигил Решающий удар Нокси Литос Еще добавится Должен был Торговец Легендарными Предметами Вот Управление Силами Истощением Нет О Нокси Говорит Слава Голосам Не рад А с ума Сойти Какую башню Ты себе Урвал Вершитель Вот Жалко Это будет Если кто Небудь Спихнет Тебя Вниз Атлетик Сломать Руку Просто На-ка Вы Выворачиваете Руку Под неестественным Углом Она ухмыляется Когда трещат Кости Наносит Вам удар Рубом Чтобы вырваться А шалело Трясет Головой Приходя В себя Баюкая Сломанную Руку Другой Рукой Ох И рада Бы сказать Что в моей жизни Бывали ошибки Пострашнее Но ты совсем Облажалась Плохая Нокси Она щиплет Ся за руку Зажмуривается В равной Мере Страдая От боли И наслаждаясь А не Психи Хочешь Потренироваться Вершитель Давай Не хочу Руку свернул Да Отлично Поговорили Так У куклы Это Кажется Торговец Что такое В чем дело Я здесь Чтобы помочь Тебе Моя прелесть Голосани Рата Послал меня Наверх 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 На самой шпиле Велел найти Ряженого Вершителя Судя Вот я пришла Он широко Раскидывает руки Давай потренируемся Нет Видимо Управление огнем Управление огнем А давай Но ей нужно Знание Качать Ирина Что есть на продаже Вот Изящный посох Выдающееся Качество А в чем В чем В чем Он только У ровно Хорошего И все Амулеты Есть Развлечения К навыку Исполнения Ооо К навыку Исполнения Беру Посохи Посохи Восстановление И штрихи Бесконечные Границы Ударные силы Точного действия Проникающие Вот Пожалуйста Выбирай Но я не хочу Я пока не хочу Тратить деньги Потому что их уже Остается мало Я сейчас все равно Засигил Амиду Так У тебя что Отражение Задевания 15% Или Все таки Стойкость Стойкость у нас Не сильно Нам она нужна А вот Пение Пение Зайдет Хорошо Исполнение 89 Так И нужно Все таки У кого-то Поучиться Знанием Филия Может быть Да Филия По знаниям Раз Два Три Четыре Пять Вот и деньги Заканчиваются Берем Может не брать Тогда Этого Нафиг нам Штрихи У нас так все Хорошо Уже Штрихи Нового Левела Идут Да Не будем Терять Время На исследовании Библиотеки В плане Дополнительных Сигилов Штрихов И прочие Ереси Если что Необходимо будет Можно будет Купить Обшивка Зачем Пошел бы На халяву Взял Да нет Сейчас просто Уже Выпадают Штрихи Например На силу Четвертый Штрих То есть Пропустили мы Третий Ну и пофиг Что пропустили Четвертый Ставим И все нормально Это онлайн игра Да нет Соло игра Защитников крепости Поставили на колени Самый жесткий Способ Всех Позвожных Это очень Спасим Львов Кто Сдержнет Перечить Воли Кайрос Осматриваемся Вижу Вижу Тут что-то Хранится Надо еще Бутылки Раскидать Я же Там Попил Попил Поел Вот тут Бутылок Вообще Нет И Выносливость Ну Парочка Только Это мало Надо было Закупить Я Ну Бас Достаточно Много Вещей На продаже Есть Поэтому Можно Можно Деньги Достать А Еще Есть Зелье Искусности Нужно Конечно Нашей Фуге Его Использовать 21 Искусность Точность Отражения О Тут Можно Пройти Я На всякий Случай Прохожу Чтобы Если что Там Какой-нибудь Камешек За Хотел Лучше Было Справа Проверить Потому что Там Кажись Тупик Вообще Новый Сидел Изучил Кстати Да Материальная Сила В этом Свитке Содержится Магическое Выражение Используемое Заклинание Изменяющее Показатели Вооружения Цели Крайне Редко Используем Вот он Ну это В саппортах Наверное То есть Вот В каких-то Вот таких Вот Да Пробиваемая Броня О Это неплохо Причем Можно с текущими Знаниями Вот это Лучше На себя Например Делать Взять Поставить Той же Самой Фуге И Вперед Ну или Танку Поставить Ну я Наверное Фуге Заменю Мало Используемые Например Вот это Плюс живучесть Силам 4 пробивания Броня На 45 секунд Это круто Особенно Для лука Который Без пробивания Это прям А можно 5 Можно 6 Можно Где там 6 8 Ставим еще Ей баф Потому что Так Стоп А я же могу Наверное Еще В одном Да И здесь О И в атакующих Тоже В атакующих Тоже Есть Раскаленное Тавро Окутывает Пламенем Оружие Цели Все Атаки Этим оружием Наносят Дополнительный Урон От огня Капец 20% 25 34 Ё-моё Представляете Что фуга Может делать 34 Бонусного Урона Длительность Еще Может Просто На минуту На минуту Баф Такой Хоп И все А если Комбинированный Что там При попадании Оружием Урон Дополнительный Точность Нет Дальность 4 метра Нет Союзники В области Действия А нет Единичка Радиус Пока Ну вот Все На минуту Баф На 34% С дополнительным Периодическим Уроном Капец Такая халява Ну и можно Соответственно И ледяной Такой же сделать Мне слотов Просто не хватает То есть Ледяной Или молниями Что Что хочешь Мне нужны Хорошие маги Вот если Был Все-таки Атли Да Ой Не Атли Этот Того Приста Не в приста А в боевого Мага У него Со знаниями Тоже Все хорошо Да Тупичок Еще один Сигил Кстати Есть Решающий Удар Я уже О Сейчас пытаюсь Найти Решающий Удар С каким Знаком Он будет Работать Не понял Может с огнем Он в принципе Не работает А Тератус И молнии Все Увидел Увидел Туплю Ну Допустим Так А Противники В области Действия До 50 Урона В зависимости От потерянного Здоровья То есть Он еще Увеличивает Урон по целям С низким Запасом Здоровья Позволяет Носить Больший урон Почти побежденным Короче На АОЕ Нужно накидывать Такую штуку Типа Брать Вот такую Вот Только Не такую А по молниям И ставить Вот так Хотя Это концентрация То есть Получается Я задеваю Один по области Другой Лучше Такой Такой Сделать Вместе Чего Ладно Давай так 145 Уже Сразу Да На скидку Шаровая молния Нужна Это Нужно Электрошок Можно убрать Огненный шар Тоже Эти Вместо Горящей ладони Поставим Сюда А Я Просто Поменял Тогда Меняем Вот так И Назначаем Сюда Такая Грязь Какая Грязь Предыдущие Улучшение Наносит урон На одной линии Да ладно Да На одной линии Ладно Ладно Тогда Что мы Делаем Что мы Делаем А больше Я никак Вапнуть Не могу Кроме Как Ринжа Ну это Полезная Штука Обновляем То есть Надо не забывать Повелителем огня Сходу Бафать Просто Эту Подругой Все Собираем Ой Сразу Сапоги Железный Пон Уже Выдающегося Качество Еще Побольше Брони Но Кажется Без Без Навыков Да А то Тоже Без Навыков Еще Побольше Брони Оп Двенашечка Изи И когда Донжон Тверды Нечасовые Гордо Возвышался Над этой местностью Теперь он Лишь Тень Своей Былой Видимо Славы Да Еще Немного Денег А Предыдущее Улучшение Наносит Урон На одной Линии Типа Круто А Типа Она Будет Простреливать Как Из Рельсы Ой Господи Я так Просто Проверим Как-то тут пустынно Весьма Оооо Скрипт сцены Ребята Поразительно Видишь Как завихряются Те ветра Зрелище Почти Гипнотическое Никто Не умеет Закатывать Истерики Так Как Это Делает Владыка Несмотря На Шутливое Замечание Лицо Сирин Выражает Мрачную Задумчивость Фуга Стоит На месте С развивающимися На ветру Волосами Интересно Смогла Бо я Прокатиться На этой Буре Может Найдем Бочку Запечатаем Меня Внутрь И посмотрим Что Будет Через Некоторые Время Она Вздыхает Эх Наверное Не стоит Выступаете Вперед На ветра Отталкивают Вас Ураган Окружает Невидимая Стена Силового Воздействия Дальше Не пройти Слышишь Мы не одни Сделав Шаг Вперед Фуга Вытягивает Оружие Осматривает Окружение Вы улавливаете Странный Звук Среди Ветра Низкий Вой Скрытый В какафоне Закрученных Потоков Грязи Металлических Осколков Кажется Что Тучи Пыли Окружают Вас В них Вы видите Светящиеся Красные Пятна Ё-моё Как Неприятно Но у меня Шлем Есть Не забываем Бичеватель Сразу Огонек Хорошо Три бичевателя И огонек Так А что У нас По Пурум Пурум Пум Воздействие Ослабление Вытомление Выпускает Разряд Столкновение Ослабление Усталость У погибелей Работаем Ребят На кого Нацелены Кто Это У нас Фуга Все На фугу Удачи На фугу Делаем Тогда Этот Бавчик Проверяем Проверяем Или Сначала Щит Нет Какой Щит Сразу Бавчик Она Если Что Сама Уйдет Вообще Изи Комбить Или не Комбить Вот в чем Вопрос Давай Хватаем Или подождем Когда они Подойдут Просто И все Да Давай Ты лучше Сюда Подойдешь А там Поем Мы Поем Две Песни Сразу Точность Десяточка Сразу Скорость Передвижения 25 Потом Ай Хорошо Хорошо Работаем Фуга Ждет А че Ждем Ждем Когда Кас Пролетит Давай Станчик Какой Ни Погибли Вот В Это Например А ты Сразу Езай Предмет Оп А вот Так Можно Даже Все Фуга Вроде Разбафалась И она Идет Вот так Вот Чтобы Проскакивали Стрелы Раз Она же Еще с новым Луком По троим Стреляет Правильно Правильно Сейчас посмотрим Как она Работать Будет Единственное Что я Не вижу На них Подействовала Вообще Оглушение Это Вообще Присутствие Я не вижу Чтобы она С предметом Сработала Вот А Нужно указать На одну цель Сарямба Оглушение Оглушение Ослабление До свидания Ну что Повелитель огня Собственно Взрыв Вокруг Тут Тут Можно Вот так Вот Сделать Внезапно Почти Фуга Должна Валить Отсюда У нее Перезарядка Два Три Что Это Что Это А мы Пока Поем Ой Как Оно Стреляет Во все Стороны Оп Вызывает Фуга Здесь Работай Работай Давай Вот Это Упыря Поднимем Охминение А Это Взрыв Хаоса С этими Со Всякими Паралич Глушения Очень Хорошая В плане Контроля Способность Конечно Ж И Я думаю Надо Сейчас Уже Делать Огненные Разряды Правда Огненных Нет Надо Делать Соответственно Грозу Грозу Вот Ну Давай Так Ладно Понимаешь На двоих Действиях Будет Фуга Смотрите Стреляет Вот Стреляет Смотрите Раз А почему По одной Цели Раз Два Там Долетает А почему Не по Трем Целям Что С лучком Три Снаряды Дистанция 8 метров Где Все Я сейчас Не понял Как так Гроза пошла Гроза от бобра Электрошок Я вижу Там Что Второй Пролетает Сквозь Но Я думаю Что Она Три Стрелы В принципе Будет Выпускать Давай Смотри Сколько Целей Вокруг Считай До нее Костой Сразу Да Не важно Не важно Как-то Это Может Три снаряда В одну Цель Испугали А Может быть Кстати 10 11 6 10 Не Маловато Все равно Она Видимо Реально По одному Стреляет По одной Цели И если Нет пробития Армора То Получается Урон Как бы Не очень То есть Либо Ты ее Бафаешь На С Игнорирование Армора Хотя У этого 18-20 Лучка И он Один Выстрел Ну Если Защиты Нет От Колющего То Все Нормально Но У этих Нет Защиты От Колющего Фуга Боится Ей Нельзя Лечиться Ну В смысле Она Не Может Лечиться Жалко Короче Надо Бичевателя Конечно Насовать Так А ты А ты А ты Что можешь Без Ориентации Да Давай Так Дезориентация Хорошо Добрый Зайти Щит Вставал Огненные Стрелы Здесь Не Помогут Электрошок Нужно Что-то Давай Шаровую Наверное По двоим По крайней Мере Попадем Втроим Попадем Ладно Сама Лечись Получилось Ну а теперь Там Дожги Этого Ухаряются Дальше Давай Так Нет Дальше Давай Так Шаровая Полетела Вспышку Пламени Не нужно Делать Электрошок Поэтому Хотя И слава С этим Электрошоком Щит Стихии Вот Что Надо Было Сделать Щит Стихии Но На Одного Человека Давай На Кубу Там На Щиты Колоссальные А здесь Что здесь Бичеважно Добиваю Да Три выстрела По одной цели Она Слука Про Про Проводит Добивая Этого Я думал Она сплошит Просто Всех Думал Вот Поперла Но Нет Не Совсем Да Три выстрела Видите 10 11 10 А Кстати Где На Фуге Еще Работает Да Причем Тут Странная Тема При Попадании Оружия Наносит Огненный Урон Видимо Не считается Что Не считается Что Выстрела Три Так Давай Этого Огнушаем Словно Так Мочи Ну Слишком Много Огня У Повелителя Огня Сейчас Сейчас Шотик Бах Оглушение Где-то Вы бы Забрать Словно Слишком Огня Надо Что-то Наверное Как-то Подразбавить Что-ли Потому что Потому что Против людей С нормальным Ну С полными Резистами Я О Давай Взрывайся Лучше Откатилось Хаос Сон Укоменение Другое Дело Наконец-то Добили Еще Одного Так Бобро Бьют Бьют Бобро Лечимся Стреляем Стреляем Огнушаем Добиваем У Фуги Следующий Будет Левел Ап 12 Как Напоет А Там Такие Бафы Идут Классные Снимает Негативные Эффекты Зачивать Меткость Танк Вообще Не пробивают Один Там Три Девять При том Что Это Вихрь Который Снимал Довольно Много Опа Мне Б Погибели Больше Нет Их Чудовище Крики Утихли Оставив Ваших Ушах Рев Урагана Когда Облака Пыли Опадают Вы Замечаете Фигуру Которая Сидит На Стенет Над вами Поговорить С разведчиком Несломленных Несломленных Судя по всему Новая Общая Сила Потому что Я их Еще Не Встречал Несломленные Что там По отношениям Несломленные Пока У нас Нет Никаких Отношений С Несломленными Ты помнишь Что у меча Обилка Есть Точно Солдат Присел На колени За разрушенным Парапетом По надетому На нем Снаряжению Старого Аплота Вы понимаете Что это Солдат Несломленных Он Смотрит На вас Со смесью Осторожностей Любопытством Ты довольно Неплохо Справился С погиблями А что Перевело Тебя В это Забытое Всеми Местом Он Останавливается И в глазах Проявляется Понимание Ты вершитель Судя Птунана Я прав Далеко Ты улетел От своего Насеста В колодце Вендриенов Что привело Тебя В Товердунь Часовых Он бросает Быстрые взгляды Налево Направо Думаю Думаю Непогода Мне всегда Хотелось Знать Чище ли воздух На вершинах Шпилей Если верить Слухам Которые дошли До меня Из распутия Литияны Ты очень хорошо С ними знаком Я ищу меч Называют Бесстрашным Да Я слышал о нем Но твоя задача Кажется мне Безнадежной Один из регентов Оплота Владел Бесстрашным Во время войны Но ветра Но ветра Или какой-то бой Унесли Меч неизвестно куда Это не удивительно Когда этот ветер Дует в полную силу Он может снять Плоть с костей Он показывает На ободранное тело Своих ног Поднимайся Посмотреть Если сомневаешься Пренеприятное зрелище Сначала я подумал Что ты ищешь Способ попасть В твердыню часовых И к пленным Северянам Вместе с Грэвеном Аш И его латниками Он задумчиво Поджимает губы Я ошибся Если ты пришел В могилу клинков Не за тем Чтобы убить Последнего регента И закончить Эдикт Бурь То у несломленных Нет причин Тебе помогать Эдикт Бурь Самой сильной Разновидностью Магии Кайрос Являются Эдикты Это понятно Так Эдикт Огня Кстати у меня Кайроса в горячей библиотеке Это должно что-то значить Добрый вечер Может и должно Ты не так сильно Прижат каблуком Кайроса Как раньше Да Все же я считаю тебя Одним из тех Кто поступает правильно По неправильным причинам Понимаешь Как мне найти бесстрашного Скорее всего У тебя не получится Я понял Но ты не единственный Кто ищет легендарный меч Наш командир Матиас Намерен заполучить Этот клинок Хотя его уже довольно давно Никто не видел Он замечает Артефакт Который выносит из собой Его глаза широко раскрываются От удивления Ты заполучил Магоборца А это значит Что ты не чураешься Причинять другим Неудобства Чтобы добиться своего Надо реально вынести Двуручный меч И обилку его Поближе В сумречном бастионе В сумречном бастионе У нас есть хороший солдат По имени Агатон Он должен знать больше О Матиасе И поисках бесстрашного Вокруг сумречного бастиона Кишмя Кишат лайтники Грейвен Аш Будь осторожен Если тебе удастся помочь Агатону Разделаться с ними А Если тебе удастся помочь Агатону Разделаться с ними Тем лучше Он опускает голову Делает шаг назад Из парапета Исчезая В темноте буря Так Первое что сделать Танку вытащить Кстати у меня танк На третьем Всегда находился Вытащить обилку меча На нолик Чтоб не забывать Да Не посмотрел Просто от Телояра там Похоже это труп Того самого избранного Несломленных Которого вы ищете Но бесстрашного нигде Нет Так Лут ерундовый Красивая локация Здесь Ничего не скажешь Серьезно? Видимо наверх Нельзя зайти Так Нужно как-то здесь Пройти и спуститься Может быть Лизь прохода Нет По идее По идее Вот отсюда Как-то надо было Спускаться Продолжение следует Продолжение следует... Дальше никак не пройти Я не знаю... Я не знаю... Имейл проверь Имейл Так, хорошо Продолжаем Продолжаем тупить Возможно открылась Возможно открылась Какая-то новая Новая локация Может быть Я надеюсь Типа поговорили Он сказал что куда Вообще надо... Да, пожалуйста... В крепость Несломленных Нужно отправиться Вот и все То есть она на карте Должна сейчас появиться Да, вот она Сумречный бастион Там будут Опальные Там будут Опальные Мы с ними Встречались уже Не раз О, гейм Крэшт Классно Давайте попробуем Заодно поставить Обнову Говорили в тирании Есть обновы Может быть Да, обновление Качается Все Скачалось что-ли Свойство Можно как-то Принудительно Проверить обновление Всегда обновлять Обновилось Играем Главное Чтобы сейф Не потерся Потому что Сейф-то один Если вдруг Мне там что-то Как-то Вдруг Она вылетать Начнет Сглазил Насчет Закончим Игру Что случилось Вылетела игра Впервые Вообще Вылетела игра Да Да Ты что Да 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 Понимаете Не было сейва Вообще целую локацию не было сохранения целую локацию карл ну ладно на самом деле тут всего одна битва причем достаточно простая была девайсы все которые выпадали тоже собственно выборим гадиры о да точно не просто так может быть принудительно за сохраниться просто периодически сохраняться мне кажется что игра как раз вылетела на моменте попытки записаться а нет сейф есть он меня выкинул в главное меню на сейф остался окей скилл меча да скилл меча надо поставить на я уже не успею это сделать вылетают подлецы огненный урон мне накидывать фуги смысла особого нет потому что ну а зачем если тут три человека огненных и такой резон поэтому я сразу начинаю они же на фугу агриться всегда на фугу дэв скилл меча выношу это электрический урон окей дальше фуга сама по себе пусть сразу нет сразу не надо пусть подходят зажигая вот мелкого упыря это раз далее да да так ну что меч кизаем о колесо бури можно вырезать эффектно взрыв делаем цивили заклинание баф молний да ну надо да надо освободить слот чтобы просто у фуги была возможность разными школами атаковать просто и все работаем двуручное оружие сразу поднимается правильно правильно какие эффекты сумасшедшие грозу сделаем они все равно будут подходить наверняка ты во что хочешь тут вообще не принципиально я бы хоть шутик отвесился на этом пробили пробили нас девочки повелитель огня высасываем здоровьем гроза пошла так а ты упрыгивай отсюда нафиг там просто сплэш не очень хороший электрошок давай вот так фуга уходит ее успели побить кастую так местами портретики ой не то я же не могу этим управлять точно совсем совсем забыл так я же должен еще могу еще на самом деле использовать шлемачок должен был это на старте сделать значительно их ослабило бы ну давай огненные ослабление утомление сразу вас пойдет метеор по мелким это особенно эффективно минус один так классно им надо еще ауе поднять именно локальные ауе чтобы сплэш от каждого доставал был ну была большая вероятность достать соседа давайте атакуем ребят можно его поднять удержать опустить а можно грозу уменьшить радиус чтобы увеличить концентрацию ударов уже сделали это уже уменьшенный радиус это 3 3 3 метровый радиус есть еще по умолчанию он 6 метров так надо во первых сейчас сохранится попытаться но меня смущает что он при сохранении улетает в главное меню главное что он чтобы он сохранял все-таки ключевое обозначить с лопок там мы практически сразу просто получили эту штуку и и ключ и сигил был дел быстро говорим он сдает нам инфу исчезает в темноте тут кажется было что-то незначительное исключительно незначительное после снятия случайного негативного эффекта такие вещи есть там через предметы это фича аэронмэй засавишься в год а тогда хорошо я просто принудительно редко довольно таки сейвился поэтому не знаю тут авто сейвы хорошо работают если бы не вылет игры сейчас еще разу контрольный сейв сделан перед тем как бы про путешествовать потому что именно во время путешествия меня в прошлый раз выкинул ладно сегодня конечно тима продвигается уверенно вперед и квестов массы выполнили и пару боев серьезных прошли и уровни получили прилично тоже ну чтобы запарывался да давай родная и загрузилась причем звуки ушли так кто это у нас тут бегун полумесяца ранений нет здравствуйте о нет надо же было мне поссориться с совершительным судеб тунана он прикладывает два пальца губам собирается засвистеть но передумывает а знаешь друг может просто отпустишь меня времена нынче тяжелые и милосердие дороже золота вот я не знаю отношения гнев максимальный опальный опальный да пофиг ему на него сохраняем гнев убить его война для тебя закончена а нет подожди скажи что здесь делают опальный может быть я тебя пощажу аж приказал нам взять форт командор осмес говорит что за этими стенами есть еще и еще и пленник с севера он нервно сглатывает бросая беглый взгляд в сторону забора это все что я знаю я просто сосредотачиваюсь на выполнении приказов как хороший страж все что ты знаешь о сумречном бастионе быстро всю войну не сломленные защищали этот форт от сил кайроса может с виду он и не казистый но ребятам за этими стенами силы духа не занимать даже буря их не сломила убить его война для тебя закончена малыш гнев на макса всего лишь 2 из 5 как гнев на макс вроде а нет убить теперь получше с гневом у нас да защита щитом пассивочка один раз за бой на кратское время поглощение урона если ваше здоровье критически снизилось отлично склонность на самом деле хороша ну стойкость но раньше не очень хороший а там разрыв связи с аж разрывает связь между гривеном аж и всеми опальными области действия отрезая их от защиты аж и восприимчивость к защите то есть это если мы мы видим с а мы мы видим а сашим будем сражаться так так чистокол ворота проход есть внутри сразу же нормальный такой такая защита смотри смотри кант кант сначала исследуем местность а внутри то кстати может быть все и хорошо вдруг мы и поторговать сможем я скажу что разведчика не было что еще не видел ничего не знаю все дела так что как белый человек наверное пойду с парадного входа а то что как там через дырку в заборе проходить там столько лута внутри я вижу вот телегу нашли телега просто с выдающимися сапогами ешки матрешки выдающиеся сапоги да броня то меньше ей главное броня там рвение и одинаковые сапоги а там сапоги с клином у бобра сапоги с бегством да сапоги на продажу увы как и многое другое здесь там же по истории говорил что аж чувствует своих солдат дает нам защиту да но как раз это говорит о том что мы если максимальный будет гнев то скорее всего вот сработает эта тема и аж не будет защищать своих солдат во время сражения да они негативно настроены да тут есть труп какой-то но это не я здравствуйте ой я бы поучился чему-нибудь поторговал бы с добрыми людьми капитан агатон закаленного вида капитан задерживает вас на вас оценивающий взгляд ты не из каравана снабжения ты из не ты не из не сломленных сразу предупреждаю я не хочу выслушивать очередные пустые требования сдаться от посланника кайроса солдат смотрим молчат смотрим молчат на вас молча смотрит на вас я просто ищу бесстрашного сейчас я еще не определился с кем я он удивленно моргает потом улыбается значит тебя отрезали от сил кайроса и ты решил отправиться на охоту за сокровищами в руины оплота это рискованно в любом отношении я уже и я почти это уважаю к сожалению я не имею никакого желания отдавать легендарное оружие какому-то воинственному изгнаннику меч принадлежит не сломленным а я сомневаюсь что в твоих венах течет хоть капля крови оплота любой а стой это не сломленные а не эти это не сломленные это нормальные ребята подружимся любой из нас готов отдать жизнь положить чтобы бесстрашный не попал в руки к чужаку эм ну атаковать мы лучше смотреть Яныш сказал мне что Матиас искал бесстрашного он опускает проклятие этот сбрендивший от Бори разведчик снова треплет своим языком я был бы еще большим дураком если бы сказал тебе куда отправился Матиас так что забудь я не позволю тебе мешать нам бороться за свободу этой страны у меня к этому мечу ужасно серьезные отношения это ты первый начал агат он слушай ты вроде не так плох и если бы не все что привело тебя сюда да включая войну уверен мы бы быстро подружились но бесстрашный ты символ силы единства нашего государства отдать его означало бы отдать его означало бы поражение хуже которого может быть только сдача твердыни часовых а да оплот если думаешь что я сейчас передумаю ты сильно ошибаешься как мне тебя убедить выкинь это из головы у тебя ничего не вышло у тебя нет ничего из того что мне нужно молча посмотреть я стоял на краю урагана который поднял воздух среди прочего кости моих земляков с ровным взглядом меня не блин да какого лешего у меня даже нет вариантов с ними как то это самое алло ну ладно разрешаю тебе умереть это будет интересно поворачься солдаты на нас напали защищать ворота не пускайте вершителя умный в гору не пойдет о Делора можно поговорить с ними умный в гору обойдет добрый вечер да ладно нет что ли нельзя ладно постучим они там френдли пока еще может не ломиться они тоже не френдли кажись что происходит оп штурмовать ворота ничего си они бегут ладно давайте не будем расслабляться мы же не знаем кто здесь какие здесь характеристики у них хорошие бронзовый оруженосец Делора небесный клинок и все а я мог с ними подружиться репутация вяжет тебя по рукам и ногам в итоге я понял уже понял так давай-ка сначала бабчик у них как там по огню у них вообще ничего нет у них вообще ничего нет стоп заклинания опустились я не могу использовать часть заклинаний приплыли ё-моё так так ладно ты тогда прыгай сюда ты подходи сюда ты завязывай так два из посоха сначала соберем не все за этой подругой бегут да ладно ладно работаем что что-то сделать там колесо пошло фугу уходит стреляет замедление замедление времени пошло еще ослаблением еще еще одно замедление делаем сбивание с ног о ох как хорошо заходить тут пш 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 а а ослабление пошло давай щита нашу подругу сбивает с ног стоп и и бобра еще пробивают наверно контроль но контроль на двоих всего лишь что-то мне не нравится это уже не то сделал эта подруга лежит мне тоже ослабление так ты пей подруга ты пей давай у за его так вот может да и арию запутывание нужно будет сделать оружие бесполезно поэтому у нее уклонение 108 надо тщательнее выбирать ей цели ну у дальних с уклонением беда давай по дальнему тогда подходить или не подходить для ое не наверное нужно грозу запускать куда-нибудь сюда поехали молния пошла еще ты сразу же давай еще какую-нибудь дезориентацию хорошая ауе еще гроза сверху пошла и ты встала до подруга давай-ка этого минусуем то есть тут ария запутывания тут хочется вот подойти поближе просто или огненные заряды сделаем еще и нужен контроль давай-ка подойдем и взорвемся ну хоть как ария запутывания пошла этого уронили его уже удержим да у бобра тут есть проблема в плане здоровья у меня сейчас будет хаос вокруг оглушение выход из боя дезориентация пошло поехал и огненными снарядами это все дело полируем все на меня бегут ясненько ясненько вербольчиком куда-нибудь так хромоту бы еще сделать что так даже пошел огонь от бобра очень плохо что я не сознаниями накосячил ой я перебил заклинание одну ладно оглушение работает все равно давай эту молнию про про короче делаем ты возвращаешься что делаешь что делаешь что-нибудь ауешта опять же вот сюда да вы полный хаос проследил после этого взрыва но бобра все равно пробивают не заряды пропьем тогда раз еще разок прыгнем сюда фугой 2 откатилась а белка далее как там по хп они очень плотные ребят очень плотно не получают и получают и получают и получают и как бы все равно у них все более-менее неплохо так фугу приземлилась зажигать наверное нужно того кого до соплонением серьезных проблем нет бобер давай так ладно огонь пошел опять сверху люди горят подруга снова может что-то пропеть ну наверно подогреваю а можем сделать комбо кстати давай комбо сделаем и все-таки лечение сделаем паралич почти убит это далеко не плавил не в непростые ребята далеко не просты так бобер все да если не успеет вылечить то до свидания лечение типа идет но у него есть там кажется белку он фугу поднимает воздух то стреляет можно сейчас попробовать кооперироваться с сможет ли он уйти он получит при попытке отступления знамя оплотом она она не мог короче не потому опять протоковал фугой защиты не пробил капец лечение делаю и нужным наверно сбивание ошеломления спасать бобра короче говоря потому что он но он тут попадает ты пришла в себя даем умер один кажись что я могу как я могу как контроль есть какой-то электрошок есть давай электро оглушили блин и я не не подлечил как хотел он не дождался и я давай лечи тогда ты оглушение срабатывает так фугу ты можешь бить этот ничего не делает вот этого надо контролировать уже кидать его наверно бобер каким-то макаром подлечился я не знаю как это у него как ему это удалось врагов становится все меньше меньше кардин одно ранение по по сути осталось еще бобра вылечим он делает знамя оплота всех лечит 120 130 полное лечение практически ну класс и надо было делору быстрее убивать учитывая его такие классные обилки стоило догадаться что он непростой был еще по 50 он просто с руками так оглушили я предлагаю а ты так кастуешь бобер отстрелялся давай на себя армор был день энергетический щит пошел лечение сработало а там может мечет нет меч не откатился он один раз после отдыха оглушаем потом прыгаем отсюда и сосредотачиваемся исключительно на этом упыре жизни не прилично живет лучше хваткой уходит фуга она вообще молодец но я не пробью ей они подождите у него защита уже другие но ладно давай добиваем пробуем добить хватит ой взрыв откатился вот это хорошо сейчас по всем практически по всем попадет сочетающе с высасыванием в этих жизней массовым здесь можно не знаю можно отталкивание главное что взрыв хаоса сейчас бах окаменение горение окаменение сон и урон конечно все хорошо минус 0 главного может стать на самого права ну на центрального надо было стать и сделать кстати вырубать его из из этой из этой из этой кучи врагов это безусловно прям безусловно надо было это делать ну я же блин кривой неправильно оценил ситуацию теперь разбредаемся по трем оставшимся фокусим вот этого наверное магами по крайней мере даем фуга стреляет по ржевику ой тут кажется бобро опять достанется медленно он медленно там о вернул скажи так показалось по эффектам электрошок поднимаем бобру плохо а умер умер это замечательно у них резист классный ну давай фуга и снова у него очень быстро эта обилка откатывается 26 секунд и не можно работать и сразу появляется еще один человек и наносится урон в это одна из топовых вообще ее обилок одна из топовых наверное могильный свет еще посмотреть дополнительные с пылой возможно там выражение появились какие-то новые потому что вероятность попадания именно могильным светом у нее значительно выше чем всем остальным потому что навык выше просто и хотелось бы именно им бить правильно нет проблем босс нет 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 жалко с ними можно было поторговать с чему-то научиться ничего себе это кто так я не знал это я так основу готова эти были товарищи весьма и весьма опасны и и что лута нет что ли и что лута нет что ли то есть убиваешь героя вражеского а лута нет какая-то подстава зря убил да вообще ради чего это все было топор бронзовый топор выдающегося качества но деньги есть на самом деле схематично обозначенные на карты пути снабжения вьются искореженными землями бывшим неким королевством оплот жалко жалко ребят я не знаю что почему они не стали со мной сотрудничать так там уже следующее я просто сейчас этих способностей еще нет нужных раз два три вижу врагов сейчас проверю здесь увидим что нет 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 это из-за это из-за бафы которые я получил в шпиле а также из-за наличия ран я делаю привал потому что из-за ранений снижены характеристики некоторые способности 136 141 знанием там 145 некоторые по знаниям но и с другой стороны я не очень хочу сейчас менять чтобы потом через непродолжительное время после лавы лапы например снова возвращает тренируется бедолага сразу хоть что давай его оглушен работаем хромота нет не хромота так электрошок и поднимаем опускаем и ребята в хайде поэтому медленно бегают и и и и и и и постараюсь не использовать часто паузу его такого товарища наиболее эффективные заклинания и все которые откатываются от битвы к битве а и а а а а я легко ну вчетвером то на 1 в пятером даже на того не сложно хорошее заклинание очень хорошее куда побежал от подруга и умерла еще сапоги тяжелые сапоги выдающиеся. Ну, такие уже есть. Встречали и надели как раз. О-о-о! Тяжелый кожаный шлем. Шлем мы надеть не можем. Ни этой, ни этой. И пошли мам, на самом деле. У остальных тоже. Стоп. Почему и шлем малых фурий? Ты не хочешь заменить. Шлем малых фурий. Алло. Абсолютно базовый убогий шлем. Точность почти десятка отражений и быстрее скорость атаки. Офигеть. Давным-давно она была шлем менять. Вот это был косяк. Так, вижу двоих. Я больше не вижу. Они тренируются. Нет, вон третий. Стоп, 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 стоп. Это будет хорошо. Будем решать проблему по мере поступления. Я на это. Там лучник, кажись. Ах, ты гад, а? Правильно. Не думай, что не здесь. Вон. Так, фуга, давай-ка в этого. Интересно, если я включу АИ на время. Он будет быстрее же. Там, правда, пауза будет срабатывать. Но посмотрим, как он они будут. Так, что делаете? Посохом бить собираешься. Короче, трое атакуют с руками. О, пошла защита. Отражение этих. О, пошла защита. О, пошла защита. Я должен попробовать что-то еще. Хватай их, мальчик. Пойди! Моя кровь сломает. Нет, ну че-то кастует. Меня настораживает, что слева Макс с руки просто бьет. Повелитель огня наш. Нет, это это не быстрее точно. Потому что, ну вы видите, они просто с руки тыкают и ничего не происходит. Хотя бы так. Хотя бы так. Что-то ты нуждаешь. Это не проблема, босс. Не проблема, босс. игра сама играет но не совсем да но тут на самом деле если поставить минималочку и аи там настроить более-менее базово то вообще можно без паузы абсолютно спокойно я уверен пройти то есть там даже есть опция от прокачки то есть ты можешь не выбирать сплы таланты за тебя все сделает игра удобно о каменный щит колес здравствуй порт еще остались вражеские солдаты вот кого мы спасаем вот так вот видел парочку справа да смотрю еще он тут не парочка там минимум четыре человека я наблюдаю минимум 5 человек оруженосец небесный клинок оруженосец небесный клинок и сокрушимый клинок ладно а грим просто пацанов всем проявляюсь раз сразу делаю вот так вот вас фурия сюда 3 ты 4 и все проявляются ну что с богом начинаем так это раз фуга пока что ждет то есть она может конечно пострелять у них такое уклонение бешеные 121 вот поэтому можно пострелять это 2 бобер скастовал щит это 3 подходит поближе обязательно я хочу кучно и кучно чтобы сразу лишь заработали просто какие ауешки мне нужны начнем мы с фуги чуть назад раз потом бобер начинает заливать огненными этими это 2 ты у нас подруга вот так вот вот так вот рис потом клиночек еще делаем давай об а ты перезаряжаешься молодец все люди все кастуют правда не проходят болин мимо давай сначала оглушение на этого упыря пошел метеор давайте сделала усиление хаоса следующим ты до кастуешь правильно ты выбираешь кастуешь вот так вот но и как сухом урона ой как классно жалко молния сейчас бы еще полирнул молниями каоса ты делая уешку уходишь назад все заморозка испуг ты подруга лечись пока ты танк у нас бобер бобер делает грозу этом отмеча гроза идет еще что это было а это типа гроза такой эффект это сейчас увидел как гроза выглядит или это отмеча такой эффекта до насчет шлема фурии может и его не поменял хотя не взят баф от фулл сета легкой брони кстати да я жива не менял потому что не уклонение тут же страдает но на 115 вроде как не сильно страдает но посмотрим при ношении легкой брони действительно там есть ограничения так ты станула да ну дальше сложно наверно оплетающие пока что пошла пошла классно очень красиво конечно эффекты значительно лучше чем в пиларсе а вот точно точно лучше так ты себя лечи прошу но этом изрядно уже битым вот по этим трем нужно еще поработать шаровая не зайдет но мне кажется есть либо огненный шар по троим да давай подрезают нашу подруга давайте подрезает что будет если подрежут тебе бы тоже вы с этим жизнью в одной из этих целей за волшебный за огонь заморозка может пропить бутылек это же выход правильно а что у тебя сбит с ног сбит с ног на 4 еще на то чтобы подняться нужно время такое приличное если у меня что-нибудь а о ешь но ем кау ешь но ем на врагов кроме комбы есть на самом деле можно просто комбануть сейчас а давай попробуем команды поехали и спасем эту подругу тоже мастер ну пей и все комбин воздух как раз нужно нужно добить мелочевку тут один битый раз подлечиться заодно 2 у меня лучники стреляет на такое семью падает один этим двое подлечились опять трис четыре с и пять последний этих двоих надо обязательно добить как приземлился сейчас не умирает окей фуга прыгает так бобер бобер давай вот так ты можешь сделать арию бурь ты по троим вот ешь один минус 2 тоже убить несложным фуга молодец удерживаем а поднимаемся содержание будет другого бобер давай вот поэтому уже работать он там здоровый а что там тиратирать 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 давай ладно парализация поглушение можно подлечиться конечно мне кажется что он он скорее умрет скорее всего умрет если что я попробую сейчас помочь вот этой подруга наверное призрачную стрелу кинем оглушение там на три секунды что ли то есть я смогу еще один два удара сделать как-то не удается ладно пока этим она отталкивание понимаешь что быстрее ска стоит у вас там еще враги но они не агрятся пока дойка мы отойдем чтобы не не сражаться с теми кто 11 оружие неэффективно абсолютно я предлагаю вот так вот отойти получу конечно 66 у него у ворот соточка и парирование с 134 все только заклинаниями нужно месить исключительно заклинаниями чем правильными желательно остальным мы просто его не пробиваю у нее защита от магии 82 у него армор еще конский 15 плюс дробящий колюще 23 этим луком мы его вообще не пробиваем на долу по-хорошему только мы лучок реально поменяем тут хоть броню пробивает у него урон базовый выше и разрубили вручным мечом так 6 реген пошел гибочки какие-то лаяр нас покидает ё-моё лаяр ну как так вот кого от тебя не ожидал такой подставы все таки очень очень плохо такой урон от метеора вообще сумасшедший кучность хорошие что нужно так там осталось как минимум двое как минимум скорее всего больше капитан агатон там герой вообще что привал предлагаю а мы типа в бою да ладно каком бою вы что все же нормально эх ребятушки ну давай попробуем хотя бы его выманить у этом народу там 7 человек плюс герой 7 человек это из тех кого я вижу вообще елочки матрешки его выманить поехали это опасно но я вижу трое согрелись нет четверо пятеро все согрелись капец так давай лучше сюда на угол глядишь кто отойдет сирин пока там напевает молодец следим за тем как они бегут прячемся работаем уважаемые напели уже кстати на на 6 уже практически обилка есть что у него по защитам все средних даже хуже кстати чем у прошлого танка и учитывая то что у него есть обилка восстановление у всех там здоровье скорее всего да как упал в прошлый раз у героя подозреваю что такое такое есть я пожалуй начну начну именно с него сразу давай сделаем станчик поворачиваем и он а ты куда пошла подруга отдай грозу по двоим ты держишь его пока что хорошо немножко урона давать можно закомбить кстати но сначала попробую поджечь меня что не такие серьезные ты пробуй ей все равно что делать пошла гроза и наверное я бобром немножко назад для того чтобы закомбить с фугой по нему так прицельно пройдемся мочим дальше ария запутывания тут так вот хорошо 10 28 29 от фуги уже уже лучше далее а можно закомбить дальше кстати сбить его с ног и ударить хотя нет лучше наверное сделать вот так перед дислоцироваться нанести урон а бобром соответственно дать немножко контроля по а он дезориентация понятно оглушаем тогда вот он знамя оплота дело сейчас видимо лечит до лечит 150 вот это хорошо что я сейчас не со всеми ними сражаюсь представляете там сражаемся сражаемся там закидываем ауешки снимаем хп потом хопа у всех по 100 и все давай продолжай обездвиживаем его делаем хромоту роняем его фуга стреляет там умеешь еще огонь есть правильным есть работаем очень важно знать я бы опнул урон этому огню блин оглушение ты возьми о не стук карающий жнец какой-то что они хотят так давай контроля немножко хромота да все срабатывает паралич хромота смотрите сколько цифр 16 10 3 14 11 15 16 14 15 34 12 огромное количество урона в человека вылетает что огромное количество парализованных чем доларим для некоторое время нет шансов шансы как у вас есть 2 2 и 3 3 проверка хорошо вы 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 все минус капитан минус капитан легко да имба да это это тактика ребята тактика называется рай отманил сделал разветочку отманил оценил ситуацию понял что ломиться опасно и и побежала все сделал как надо лут есть кстати у него один несчастный бутылёк базовый что творится ты можешь найти там в какой-то разваленной телеге выдающиеся там кита с шмотки они можешь ну а можешь убив там какого-нибудь капитана или босса хотелось через босса нормально выпадала так все на танка начинаем с защиты раз всеми подходим все не подходим осталось трое хочу их прямо прямо вот принять хочу принимаем раз ты парализуй нет-нет-нет-нет я изменил господи я думал что она уже ушла косяк вот это косяк так замедляем вот это прямо вот было вот вообще вот вместо нормального скилла сделал какую-то хрень полную сейчас мне еще в танка повалили на 5 секунд между прочим танка повалили 1 прорвемся два электрошок может быть даже двойной электрошок еще сделаем чтобы повысить вероятность не ли не лучше давай-ка ты поднимай поднимай поднимая вот это он хромота молодец зажигаем это уже встает подруга лечится уверен что выпивать стоит они там достаточно серьезно замедлены и скида работают сейчас еще оглушение на троих оглушение прекрасно подхожу еще поближе и будем закидывать уже да где они в кд все там две минуты сейчас а у ешки потом как как нужно будет снова контроль я могу взорваться хаосом а тут пока просто стараемся там кто-то поднят кто-то оглушен ты заморожен хромой сплошные проблемы я кажется фэрбол не кинул бас да был один раз к стуем сразу же его еще к лучшему заморозка волшебный огонь вспышка пламени сейчас эти хорошо стоят основательно они тут так теперь наверно хаосом нужно взрываться что вроде как они начали атаковать вот этот с мечом меня настораживает он замахивается видите что творит поэтому сон с нами сразу же хотя он все равно а он знамя оплота еле-еле там медленно-медленно но поднял это водрузил знамя да ладно у него видеть тоже это белочка есть а у меня откатился шторм шторм ну заинтации нет тема абсолютно по одному только эх добили 1 ты более на фугу нагреться точнее даже не на фугу она ее проекцию мы его формируем хэдшотом и добьем урон класс классный все замечательно четенько команды а представить два парня с такой белки как их контрить но в чистом поле довольно сложно это понятное дело что но так вижу еще врагов врага бедолага и вам и нет вот в чем вопрос быть уже нет ни один там есть еще один просто бронзовый оруженосец доспех тяжелый бронзовый это просто выдающегося качество но я рано радиус о выносливости привал что что важно выносливость давай-ка так давай-ка так кому еще тебе еще парочку надо бы закупить выносливость это такой ходовой даже маленькие бутылки они а тут всего двое осталось работаем просто просто работаем все на фугу идут стоп хотя у фуги может уже откатилась опять и откатилась замечательно жалко и нельзя за запрограммировать таким образом чтобы он выполнял по алгоритму хотя может быть можно к этому конечно надо ответственно подходить ох я откатилась заклинание шторма вот надо обязательно надо еще что проверить проверить можно ли поставить заклинание шторма только ледяного вот там потому что эти заклинания редкие их кулдаун большой то есть получается но урон классно они наносят с уменьшением зоны конце ну вот с таким как называется то господи короче надо его поставить хотя у меня льда нет он быстро прекращается на самом деле и вот будет по мелочи по одному но очень много даже а почему такой урон слабенький кстати там резистов к огню нет в помине ладно бывает рай с вами но сарай кауна махи вается кауна Награды Мы сделаем Хватят их, когда они... Это негатив Мы сделаем Нет проблем, босс У нее уже откатилась тема с этим С адресом, она одного убивает тут же Пока оставляет Такой классный, такой классный скилл Сбивает сразу с ног Одна из фури, которая вызывает все Убить всех не сломленных А я хотел, вот реально хотел с ними Закорешиться Но они даже не дали Такого варианта Я говорил с ними Никого там раньше времени не убивал Но нет, нет Не хотят и все тут О, тут лут есть у этих мелких Что это такое? Магический урон Ну, защита броня Двенашечка И говорим с каменным щитом Калиасом Пленник выглядит изможденным и рассеянным Ты друг или враг? Это полностью зависит от того, насколько ты настроен на сотрудничество Благословность увеличивается Блэден Марк Да ладно, он сосредотачивает на вас сердитый взгляд Это какая-то уловка? Ты играешь со мной, как другие не сломленные? Потому что что-то привлекает его внимание И он обрывает тебя на полуфразе Сначала он больше ничего не говорит, а потом затихает, чтобы прислушаться Он скользит мимо вас взглядом, когда звук тяжелых шагов становится громче Так, отсюда не выйти так просто Опальные, что ли? Трындец, как вас много Осмиос Как вы ко мне относитесь, ребят? Гнев 3, богосклонность 1 Вершитель судеб У тебя необычный стиль дипломатии Как для чиновника суда Тунана Он осматривает тела, разбросанные по форту Должен признаться, он мне нравится Жаль, что наши интересы расходятся В любом случае, нам будет легче забрать эту крепость у тебя, чем у не сломленных Он вытягивает руки в успокаивающем жесте Сложи оружие Ну там нормально народу Просто 8 человек, здравствуйте, а я в загоне, как последняя скотина Свалить-то я смогу оттуда, по крайней мере фугой Ладно Видишь знамена опальных, убирайся из моего форта Я не собираюсь отдавать этот форт, но нам не обязательно сражаться, давай так Мне приятен такой настрой, но ты слишком сам себе на уме, чтобы служить легиону Грейвену аж нужны солдаты, которые будут выполнять приказы Он кивает солдатам и вытягивает оружие Убить вершителя судеб Епите Епите Капец Ой Какая грязь. Все реально очень плохо. Потому что тут герой. По характеристикам он не уступает тому, кто был здесь. Дальше идут такие же по уровню солдаты. Но в отличие от предыдущих сражений, я не убиваю героя отдельно. Короче, не убиваю их в три подхода, захода. Это такая жесть. Фугов, допустим, левел получит. Надеюсь, ты поплачешь за свою держатость. Так, ладно. Атака ближний бой, атака ближний бой. Переход, переход, переход. Сдвигающийся камень. Удар валуном. Там еще чародеи из зали. Так, ну у меня ран сколько вообще? Одна рана. По бутылкам вроде ровно, да? Надо превентивно пить сразу же. Нет, не надо превентивно пить. Танкам, по крайней мере, нельзя. Пробую встать на проходе раз. Пытаюсь понять, кого они будут атаковать. Атли будет атаковать. Не только. Кто кого на самом деле. Мне нужно сделать замедление. Но подойти чуть поближе. Твори добро, а. Как быть? Может, сразу засчитывать сделать на танка. И там четыре лукари. Да, да, да. Там жесть, конечно. Они меня не видят, кстати, оттуда. Они не могут по мне стрелять, насколько я понимаю. Если я сдвинусь влево всеми, то им нужно будет подходить сюда. И это, кажется, правильный маневр, учитывая то, что я должен еще подойти. Да, давай, ты делаешь так. Ты подходишь ориентировочно так. Ты ориентировочно стоишь на месте. Но! Ой-ой-ой-ой-ой. God, no. Можно попробовать закинуть сюда сразу же. Но с тебя сейчас прилетит, подруга. У тебя сейчас трындец прилетит сколько. Но ты же можешь следующим кастом отхиляться. Да, давай. Нет, или чуть поближе. Чуть-чуть поближе давай. Тебе боевого застанет. Там выпад идет. Давай, стан, так делаем. А ты можешь стан сделать, например, по этому? Надо подойти. Типа, вижен есть? Они будут стрелять всем. Так, это раз. Ёпарас, а ты, там такая грязь. Надо блочить. Надо блочить. Причем блочить надо вот Атли и этой... по-другому. Что Атли восстанавливает. А сколько идет на Атли? Ты на Фугу идешь. Атли, Фуга. Атли, 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 Фуга. Ладно, Фуга сама уйдет. Давай-ка ты на Атли сразу кидаешь щит. Поднять, может, его успеть. Как там ты поднимешь? Ты его бросить можешь. Давай так. Танка ближе. Хорошо. Как они подходят? Сюда нужно еще САУЕшку закидывать. Обязательно... Обязательно много АУЕшек, ребятам. Вот такие вот. Ой, как они идут! Давай, раз. Ну, я могу сейчас умереть. На самом деле, минут 20 и все. После этой битвы последние, скорее всего. Щит скистовал. Бобром подходим. Опять же, хочется чуть-чуть подойти, чтобы... Надо еще замедлять. Из-за девайса. Конечно, замедлять. Один раз использовать можно только. Я закидываю... Так, а контроль или АУЕ? Контроль или АУЕ? Контроль, давай. Вот так вот замедление. Межлайн-то со сдвигом сюда. Поехали. Фуга. Па-а-а-а. Парам-парам-пам. Капец. Может, фэербол сразу сюда. Давай. Давай. Чего ты не кастуешь, подруга? Ты же хотела там огонь, блин, скастовать. Где огонь? Давай, бобер. Бобер бежит. Да, есть еще обилки, конечно, хорошие. Мне надо фугой подходить вообще близко. Ну, чтобы она всех проатаковала, оставила танка вместо себя и ушла спокойно после этого. Не могу пройти. Ну, тогда прямо здесь давай, работай. Раз. И назад. Камни прилетают. Утомление пошло. Это от бобра утомление. Я думаю, надо кидать вот такие вот АОЕшечки уже. Раз. Тебе надо уже пропивать что-то. Нет, лучше высасывание делать. Смотрите, сейчас у всех можно тут... Или лучше сначала его юзнуть. А, у тебя утомление. Да, его давай лучше юзай. Так, тебе бы... Тебе бы тоже... А ты уже кастуешь фаербол. Фуга уходит. По всем попадает. Но маленький урон наносит. Ё-моё, как их много, а. Давайте лучше усиление хаоса сделаю. Не буду грозу, потому что это быстрее откатывается. Мне сейчас нужен контроль, потому что хп уже... Проблема, короче, есть с хп определенная. Давай хромату. Давай его смес. Лучше хромату. Нет, лучше поджигай его вообще. А, её сбили с ног. Вот в чём дело. Сколько валяться будем? Четыре секунды. Может не хватить. Ну, на ней щит, конечно. И сейчас будет контроля много. Пошёл. Паралич, паралич, усмирение. Ой, утомление, утомление. Может, ты подлечишь лучше, а? И там фаербол уже идёт. А как она подлечилась, я не могу понять. Акс, поддержал ваш канал. А, её сработала билка. Возвание к могиле, смотрите. Метрука жопами и заметил один, тормозящий всё, метод. Он постоянно пытался отослать бродкастам какие-то массив байт. Я сохранил этот массив в текстовый файл с кодировкой. Ну, понятно, короче. И открыв его, побледнел. Там было написано, майкер, и ушёл на пас. Спасибо за саппорт. Сработала пассивка у неё. И у всех высосывалось какое-то количество жизни. Но у них, опять же, всё очень хорошо. ПХП. Так, ну теперь нужно делать уже, да, у Яшку. Вот это вот. Желательно доставать по-дальнему. Вроде я достаю по всем вообще. Работаем. Левел ап. Левел ап. Урон, да? Урон. Поехали. Абилка? Абилка либо по периодике. По периодике 15% урона. Либо молниеносный. Но лучше по периодике. Ой, открывается, собственно, у нас уже последняя. Хал... Хал... Халстарес. Залп огненных стрел, поджигающих всех противников в области поражения. Урон 22-24. Горение на 17 секунд. Конус... Радиус огромный. Конус 90 градусов. Прекрасная штука. Но для начала увеличим на 15% урон по людям, по которым воздействует какой-то периодический урон. А он постоянно есть, как бы, эти люди. И этот урон тоже постоянно есть. Так, тут лечение, тут гроза. Атли когда встанет? 0,9 секунды. Вообще хорошо стоит. Если она сейчас встанет и высосит еще ману, то все ок. Сейчас гроза пойдет, потом огонь пойдет. Гроза пошла. Где там тучка собралась? Не вижу тучки. Что-то есть там сверху. Дальше идет у нас... Еще не откатился огонь. Я бы тогда либо огнем прошелся, либо электрошоком по контролю. Но там контроля достаточно много. Давай огнем у них, как с резистыми. У них по огню вообще ничего нет. Поэтому проходимся вот так огнем. Атли встает. Надо сейчас этого уже фокусить. У-у-у-у! Такая грязь! Это Атли могильным ударом, кстати, попадает. Ну, там и Повелитель Огня тоже грозой мочит. Так, теперь Атли. У нас у Атли тоже был вроде неплохой АОЕ. Вот этот вот, наверное, да? Или Воспламенение. Электрический урон. Электрошок вряд ли. Нет, вообще посильнее, конечно, оплетающее пламя. И достанет оно почти по всем. У нее фулл хп. Здесь можно уже скоро спеть будет. А петь мы будем... Наверное, ошеломление, сбивание с ног. Ария Бурь. Как они горят? Как они горят? Не только горят, надо сказать. Так, можно петь. Сбивание с ног, ошеломление. Ну, правда... Стоп, а это кто? Сивин, а что ты здесь делаешь? Ее откинули. Давай лучше дезориентацию. Дезориентацию угол лучше. Так, еще же обилка... Нет, обилка не готова. Дрожь земли какая-то. Так, Бобер отстрелялся. Может еще что-нибудь хорошее накинуть. Огненный шар с неплохим уроном у меня был. И он тут проходит тоже почти по всем. Так, наверное, его лучше сделать. Пошел шар. Вот там у Атли... Я не понимаю, что происходит у Атли. А где... Вот он у вас мяс. Ему надо стрелять. А, нет, подождите. Откатилась огненная снаряда. Что же я туплю-то так, а? Вот огненные снаряды откатились. Конечно их, конечно. Могильная хватка нужна. Тоже по нему. Сирен-то когда встанет? Волшебный огонь, неустойчивое утомление. Она... Она вроде не лежит. Вроде ничего не делает. Перезарядка там идет. Они прорываются. Огонь пошел. Так, огонь пошел. Шаровую молнию, наверное, сейчас надо вот так вот провести. Восемьес подлечился. Восемьес подлечился. Тут пропить заранее. Вот. Свет тератуса. Тоже. Постановление здоровья. Левел-ап у бобра. Уоу! Так, длительность воздействия раз. Стоп, я же сейчас дополнительные заклинания не могу юзать, да? Какие дополнительные? Это не у тебя. Ты можешь сделать второе дыхание. Пассивочка. Один раз за бой. Потеряв большую часть здоровья, вы сдавите боевой клич и возвращаетесь. Либо сейчас взять подъем боевого духа. Очень поможет. Мы плотно стоим. Даст ко всему единицу. Хорошая штука. Очень хорошая штука. Три метра. Три метра радиус. Это подразумевает, что я буду падать. И польза эта до того, как я буду падать, не принесет. Это постоянно приносит пользу. Надо выбирать внимательнее. Да, лучше вот эту возьму. Радиус три. Три? Три метра радиус всего лишь. Для сейв, конечно, лучше вот эту взять. Радиус пять метров. Предполагается, что я должен падать. Я лучше вот так вот. Это стабильнее просто баф. Стабильнее значительно. А дальше что? Перемена мест. Возрождение. И пассивочка. Союзники в области действия плюс 4%. Может быть, дальше не пойдем. Так. Здоровье пока есть. Тут вроде песню спели. ХП у них крайне мало. Ну, у разных. Там этот при смерти, при смерти эти успели подлечиться. Дальние вообще здоровы. Этот проходит поближе. Меня сбили с ног, кажется. А я скастовал? Нет, не скастовал. Вот. Вот что. Там все сбиты с ног у меня. Вот раз, два, три. Только фуга не сбита с ног. Я хочу осмес попробовать достать все-таки. Он лечится, гад. Они приходят в себя. А я сбит еще 3 секунды буду главным героем. Начинаю пропускать удары. Арию запутывания так и не сделал. Встает, бобер. Встает. Что я могу? Шарова, электрошок. Давай электрошок. Этого нам добивать как можно скорее. Встают все. Дезориентация срабатывает. Срабатывает сирен. Работаем по этим. О, вот. Вняков. Запрыгиваю сюда. Наносим урон. Да, уже все. Уже победа, считайте. Шаровую молнию вышла. Они начинают бегать. Стоп. Поднимай, бросай, чтобы он не восстановил здоровье. Уходит фуга. Нанося урон. Попутно. Начинает работать. Да тоже по Осмюсу. Есть. Убили Осмюса. Ес. 8 человек, ребята. 8 человек. 2 лвлапа. Изи. Остается тут, конечно, повелитель. Ну, 4 человека. Но без героя это... Это вряд ли. Это вряд ли. Кстати, надо было пристов отстреливать. У них со здоровьем вообще огромные проблемы. И знал бы прикуп. Обращение в камень. А ну-ка, стоп. Давай-ка, хедшотик сразу сюда. Зарядим. Пропить? Не пропить? Пропить не могу. Но глядишь, здоровье высосу. Можно, конечно, ультануть. Наверное. Чуть-чуть здоровье восстановили. Вот этих вот можно добить. Можно ее вообще подлечить? Это неплохой. Неплохой тоже вариант. Причем подлечить ее можно дважды. Бегают, выходят из боя, попадают очень серьезно. Заморозка срабатывает. Все прям замечательно. Так, это силовой щит не подойдет. Щит на нее кину свой. Восстанавливаем здоровье. Все на фуловое. Просто... Просто не убить. Сирен, опять же, получил там шестой уровень песни. Опять же, с дезориентацией на троих. Ты можешь делать, опять же, что хочешь. Они уже все никакие. Замороженные, оглушенные, без КП, горящие. И... Ой, взрыв как раз обратился. Смотрите, хаусы. Да, а я думал, все. Думал, сейчас надо ре... Ре, стартовать. Оказывается, все изи. Все просто изи. А, нет, вот осталось. Зашел. Остаются их трое. Не проблема. О, нормально. А тут такие скриптовые вещи бывают, что, ну, ты просто приходишь с человеком поговорить, и появляется восемь других. И... То есть, в любой момент времени нужно желательно быть готовым к тому, что может прилететь. То есть, в любом случае, у тебя должны быть бутыльки поставлены. Всегда. То есть, вообще всегда. Потому что иначе это риск. Все. Нет, извините. Валовый лапа. Просто минус восемь человек с героем. Не знаю, что тебе нужно, но мои собратья из опальных мертвы. Я сомневаюсь, что аж может выкроить много легионов на мое спасение. Он морщится, очевидно, от сильной боли. Что ты от меня хочешь? Атлетика, 30. Будешь отвечать или по-плохому? Гнев увеличивается опальных. Нормально. Он морщится. Несломленные пытают меня, а покровительство Грейвена аж лечит мои раны. Я не боюсь за свою жизнь, но я пережил агонии, которые лучше забыть. Задавай свои вопросы. Зачем ты нужен Несломленным? Я был запасным планом, не более. Несломленные держали меня в живых только из-за должности, которую я занимал. Я был почетным стражем Амелии, дочери Великого Генерала. Его голос дает досечку. Я гордился тем, что сражался рядом с ней. И для меня стало великим позором, когда силы Стрейдуса и Родина одолели нас и захватили ее. Пусть старый регент в десять раз упрямее своего народа, но мощи у него не занимать. Похоже, ты пренебрег своими обязанностями. Разнос-то какой тебе не стыдно? Кайрос не простит. Кайрос гнев увеличивается опально. Отлично. Его взгляд твердеет. Я был с ней, когда многие вокруг уже пали. То, что сейчас я дышу, не означает, что я потерпел неудачу. Даже Великий Генерал это бы понял. Амелия не погибла на поле боя в тот день. Нас обоих взяли в плен, но меня переместили сюда и заставили страдать. Эдик начался чуть больше года спустя и, видимо, сорвал все планы по нашему возвращению. Если Стрейдус не дурак, он держит ее живой в качестве заложника для каких-нибудь хитрых переговоров. Насколько мне известно, Амелия мертва. Сомневаюсь, несломленные не такие дураки, чтобы избавляться от сынного пленника. Кроме того, Амелия это крепкий орешек. Может, новый компаньон? Эти кого заменять в нашей супер-мега-бригаде? Хотя нет, можно заменить эту могильную подругу. Я ищу меч под названием Бесстрашный. Слышал о таком? Пленник кряхтит. Глава этих несломленных, Матес, что-то о нем говорил. Должно быть, он был уверен в том, что я останусь здесь, потому что не позаботился сбавить тон. Матес убедил остальных, что какой-то артефакт древнего оплота поможет сопротивляться бурям Кайроса. Он планировал воспользоваться им, чтобы несломленные смогли пройти через ветровую стену и попасть в твердыню часовых. Он хмурится. Поиски Бесстрашного должны были собрать его войска вокруг их культурного символа, но похоже, что-то пошло не так. Пункт Ржавые каньоны отображается на карте. Он отправил одного из своих лучших людей, Элью, и команду искателей в Ржавые каньоны. Они пытались отыскать останки погибших в бою регентов оплота, на которых при смерти были старые реликвии из королевской оружейной. Может, ты там и найдешь свой меч? Убить его. Пленник не оказывает никакого сопротивления, когда вы вонзаете клинок ему в сердце. Он несколько мгновений подергивается на земле, потом замирает в растекающейся ложе крови. Добро. Ох, у него лут, у них лут, у всех лут. Что такое? Сломанный батлер. Найти командира в следующий квест. У этих не густо, на самом деле. Задание выполнено. Поговорили, называется. Прикрит попадания оружием, ошламление. Очень хорошо. Поврежденная медаль. Удар копья приняла. Расколотый камень и щит. Это все же, наверное, в кузне можно. О, горькое лекарство нам танку отдать. Четырнадцатый, двенадцатый, тринадцатый и двенадцатый левел у нас. С вами и на этом мы заканчиваем девятую часть. Все снова живы. Когда же он сдохнет-то, а? Ну сколько можно? Сколько можно терпеть? Это невыносимо. Завтра, ну или на следующей трансляции, не знаю как это, завтра же понедельник, у нас веселенький такой день. На следующем стриме продолжим путешествие. И повелитель огня с тремя девчонками. Их вряд ли кто-то одолеет, я так думаю. Ну кто, 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 кто может? Никто.